всех приветствую кто попал на это видео всем желаю всего самого доброго сегодня хочу записать ролик о политике в частности о навальном ролик будет длинный так что готовьтесь но кому не интересно тому не интересно я редко готовлюсь каким-то там записям сегодня я все-таки немножко так себе набросал как видите не маленький такой сценарий все не обхватишь но я выскажусь во первых я хочу сказать по поводу кто видел у меня я и на этом уже канале выложил первый ролик так назвала политики потом я вышел ролик вышел трехминутный чисто такой мотивационный многие известные люди стали записывать я хоть и не известны но все-таки решил тоже записать на лайве я выложил трехминутную в поддержку алексея навального за его свободу до от произвола и потом кто видел я был на митинге на гуляниях в воронеже тоже посвященных за освобождение алексея навального я их выкладывал вот на этом канале но я их отсюда удалю скачаю перезагружу на тот канал на лайв я в общем-то оттуда бы и писал мобильные вот эти трансляции но к сожалению youtube ограничил уже давно запись прямых трансляций с мобильного нужно минимум 1000 подписчиков я помню это еще обнаружил когда у меня еще на этих каналах даже тысячи не было можно писать с компьютера трансляции но не с мобильник мобильник только если тысячи подписчиков есть поэтому я вынужден был на этом канале вот эти прямые трансляции делать но этот канал не называется христолюб проповеди упиющего в пустыне вегана и вот этот ролик я выгружу на этот канал на проповеди потому что он все-таки такой будет большой объемный и он касается не только алексей навального то есть это будет политика государства вот это все да поэтому я хочу чтобы он был такой для него в плейлисты любви к людям можно добавить его но в будущем но опять же если где-то будет кит прямой трансляции может еще на как опять буду куда-то ездить конечно я буду так и делать отсюда транслировать кому интересно всегда подключайтесь но потом возможно и буду удалять и перезаливать на канал плюс во время прямой трансляции кто знает но персам ее принцип прямой трансляции плюс можно камеру переключать всегда на себя на на фронтальную или на основную камеру то тоже здорово но это такое маленькое отступление по поводу теперь начинаем с вами сегодня 25 число вот у вас на экране дата до 2021 года январь месяц у нас в россии произошли стремительно развивающиеся такие события я кратко напомню с чего все началось мало ли у нас же все вне политики или основная масса или не знаю какая масса но в свой адрес я такой уже услышал опять не раз чтобы я была вне нее и те кто со мной общается что вне нее все это неинтересно но я тогда расскажу вам немножко о политической повестке дня у вас на экране фото алексея навального он уже я не буду вам всю историю рассказывать да я сразу скажу что я не навальнист а то тоже надо было об этом сразу оговориться но я вынужден рассказывать некоторые вещи что просто было понятно я не топлю за алексея навального никак за президента даже никак за кого бы этого не было там чтобы он в политике кем-то стал я выступаю за все доброе что должно быть в мире и против всего злого что не должно быть в мире и в частности покушение на первое свободу здоровья и даже саму жизнь человека невиновного причем человека недостойного лишения его свободы здоровье жизни в данном случае в контексте нынешней повестке не можно сказать даже мировой поездки полить по повестке политические речь идет об алексея навального именно поэтому я не вам говорю не более того я об этом оговорился во всех роликах и говорил это в частной переписке в последние дни когда кто со мной вступал и говорил в чате в телеграме с кем имею общение но сказать стоит причем очень короткая алексей навальный 10 лет в россии ведет так называемые расследования у нее свой штаб так называемый да ну чтобы по всей уже россии где занимаются этими расследованиями эти расследования выходят на ю тубе набирают миллионы просмотров одни на из известных это он вам не димона некогда президенте премьер-министре медведеве ну и последним нашумевшего расследования после уже в аресты это сам история самой большой взятки о дворце путина нынешнего президента так называемого россии почему такой шум все больше и больше поднялся потому что осенью была попытка убийства навального через отравление реально боевым химическим оружием потому что такое оружие ни у кого быть не может кроме как у государства попытка это не удалось господь сохранил алексея более того он не остался овощем то есть господь так его сохранил что он не потерял здоровье что очень удивительно и после своего восстановления алексей действительно смело мужественный поступок возвращается в россию его тут же в аэропорту арестовывают неправедно судят неправедно противозаконно с нарушением беспредельно беспредельно беззаконно судит реально со множеством нарушений всю историю навального можно поинтересоваться его биографии кем он был что он был может быть я в параллельность сегодня конечно же буду касаться каких-то эпизодов его жизни игры я вообще не не ставлю себе никакого тайма для этого ролика я просто хочу поговорить может быть буду час два три не знаю как пойдет и вот после этого ареста были объявлены так называемые несанкционированные митинги но это со стороны власть имущих сторонники навального призвали выйти мирным мирной прогулкой показав власть что она что люди против какого беспредела в стране как всегда неравности перед законом перед его соблюдением и призвали всех кто за все светлое доброе и против всего слова выйти во имя и с одной единственной целью для мирной прогулки во имя освобождение от не того чтобы навальный стал президентом не переворот делать в россии который конечно давно бы не мешал бы но мирным путем да вот или путем выборов которых в россии просто не существует по крайней мере 30 лет моей жизни сознательны то это был призыв мирного такого протеста прогулки чтобы показать и живых тех людей которые не согласны с этим беззаконием и топи за все как раз добрая я сам был на этом митинге вы знаете все тоже показал я до митинга все информации делился старался тоже делать оперативно чтобы люди были в курсе что творится особенно те кто вне политики что попытались как-то немножко въехать в ситуацию потому что дело было срочное раздумывать некогда было все надо было как-то смотреть анализировать ну вот мы сегодня поговорим обо всем этому начнем я ответить так себе набросала политики что такое все политика я вне политики мы начнем с определение политики я буду говорить сегодня то что я думаю как я живу как я вижу мир я веган христианин это тоже очень важно понимать кто и что говорит что есть поведу я исповедую что бог есть личность он есть сущность всего и эта сущность объем обладает тремя природами неизменными не потому что может помимо такой есть это бессмертие всего бытия божьего ибо бог всячески во всем и всех нас с вами всех живых душ это свобода выборы сам определяться перед лицом добра и зла и соответственно что что желательно сам определяться в сторону добра то есть любовь бог есть любовь сам определяясь в сторону добра любви всего самого светлого доброго мира радости ты будешь сам что счастлив то есть ты будешь пребывать и цель жизни всякого человека это благо бытие счастливая жизнь вот все что я исповедую это невозможно пребывать в благо бытие кому когда ты хоть одной живой душе на земле делаешь зло невозможно счастье если ты не делаешь добра даже в раю люди могли делать друг другу добро значит проявлять любовь тоже сам будем делать небесное царство несмотря на то что мы ни в чем не будем иметь нужду но любовь она не ограничивается и не является только помощью в нужде человеку до любовь это и проявление какого-то внимания и даже если человек это все может делать сам если могу себе сам чай заварить это не говорит что мне неприятно и наоборот что мне неприятно когда мне кто-то что-то тоже делает доброе заботиться обо мне когда вам любимый или любимая приносит кофе в постель нам это приятно политика поэтому говорить я буду от себя я не буду обращаться к википедии сегодня хотя это я надо делаю каким-то еще там издать я буду говорить просто то что я думаю политика мне кто-то может быть там в комментариях накидает я буду еще сразу говорить о политике как с тезисом антитезисом я вне политики так вот политика это такая же сфера нашей жизни я не смогу дать ей точное определение это вот политикой государства это тоже очень близкие понятия как видите в принципе вторым я вопросом и пометил о государстве и закон поэтому мы не можем говорить о политике не говоря о законах не горя государстве как вообще какой-то махине и структуре до общества а ее законах этой махины причем настолько разных в стольких разных сферах так вот политика или политик это те люди которые чем занимаются государством образованием государства есть политический деятель государственный деятель кто знает эти опять понятия очень часто пересекаются бывает и в одном смысле говорятся даже в одной статье вы можете встретить и то и то это просто разные знаете как вот сейчас уже всяк блогеры проповедник в принципе блогер может быть разным но если блогеры проповедника и пишите об одном человеке допустим о вашем покорном слуге христолюбцы бегание то в принципе в одной статье употребляя слово блогеры проповедник будет иметь одно и то же мысль в голове что это вот он и он проповедует тоже тоже и он блогер о том-то о том то суть одна названий много можно назвать телеведущим лектором а смысл один главное что я говорю вот и все это государственные деятели политики это одно и то же это в принципе те люди которые занимаются вот обществом так скажем и общество так как сказать да вот понятия все пересекают судно заниматься обществом структурирование вот это все организация то есть мы живем в таком мире конечно же в мире в котором я закончу на этом в мире которым который был в начале создания божьего бытия в раю во всем этом не было нужду нужды в мире который будет после второго пришествия иисуса христа после даже точнее если быть точным после тысячелетнего царства иисуса христа на земле во время второго пришествия после топчат на новой земле и новом небе в так называемом небесном царстве тоже этого ничего не будет но мы живем с вами в каком мире но тот-то мир рай и небесное царство и даже царство божьей земле она бессмертная ну как царство божье еще не совсем на половиночку а вот рай царство небесное было абсолютно бессмертным бытием не бессмертным а вечным умереть то мы можем вопрос сами мы эту смерть приносим или 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 не привносим и в район еще просто не было в при внесена а в небесном царстве уже никто и них не захочет привнести добровольно исповедовав любовь и добро туда попадая но мы живем с вами в этом мире это мир тление то есть смерти страданий то есть боли скорбей несчастье ограничение вот этого всего плоть до сама материя она ограничена она заставляет нас быть в нужде она заставляет на жить по каким-то законам и правилам только потому что ну вот в этом есть нужда да в небесном царстве такой нужды не будь здесь есть такая нужда вот я как веган христианин исповедующий да конечно же что небесное царство это царство свободных людей избирающих абсолютное добро и любовь избирающих не только на словах или мыслях или желаниях но и естественно проявляет объект в действиях в делах там уже никто никогда никому не сделает зла потому что он уже здесь не делает на этой земле душ бог его потом поменяет да я верил в иисуса и бац стал стал достойным гражданину небесного царства не то что ты здесь живешь так тебя просто не видно и тебя видно вернее тем кто у кого им и есть глаза по делам тебя ну тьма конечно же будет даже тебе тыкать и говорит что ты сам еще тот черт рогатый да на самом деле ты действительно гражданин достойный небесное царство что ты творишь добро и никому не делаешь зла и сколько можешь творишь добро вот ты становишься гражданином достойным небесного царства так вот политикой государства могу я ее отрицать в нынешнем мире в мире смерти страданий скорби нет ограничений каких-то вот правил дорожного движения они плохи или хороши сами по себе да есть правило глупый кто знает любые правила додумывают передумывать порой одно придумывает ими можно пользоваться по-разному любыми законами можно манипулировать многие законы противоречит друг другу и в принципе этот ссылается на один этот на его там какой-то другой они вот действительно друг другу можно сказать за им исключает и на месте того что он судьи он не знает как выбрать прав и тот и тот даже если это все искренне происходит и по-настоящему так вот государства и законы политика можно быть вне этого любому человеку вегану христиане и ну христианину вегану язычнику грешнику праведнику можно быть нет конечно все что нас окружает эта часть нашей жизни вы знаете особенно сектанты там православные католики протестанты очень любят а моя духовной жизни заливать духовная жизнь а вы знаете мою фразу многим она как-то полюбилась любовь и на в бытовухе и святая жизнь она в бытовухе им там конечно по нарисовали этих праведников святых которые там на небеса летают дань ним не куска хлеба не едят и целыми днями молятся как-то святости никто почти но святы в кавычке беру дайте не может они могут они побольше частью потому что в душе не понимать что и вообще вопрос это вообще святости или нет поэтому никто ради этой святости ничего не оставляет до ничего ничего не жертвует потому что большой вопрос а надо лет вообще кому всякий так и сидит и им просто внушили что они грешники не думаю да по сравнению якобы грешники по сравнению с их святостью, хотя святости или нет мы в душе не знаем, точнее знаем, но никому не говорим, даже самим себе боимся признаться, и вот так и живут. Конечно же, святость, которую проповедую я, по образу и примеру Иисуса Христа, Бог, явившийся во плоти на землю, это как раз любовь в бытовухе. Иисус не был великим постником, не летал на небеса, не этим он заслужил к себе любовь и доверие и желание подражать по его примеру его жизни. Это именно любовь в бытовухе, это добро творить людям, не делать никому зла, это проповедовать бессмертие и свободу, потому что пребывай сам в этом, хотя ты все бессмертны априори, но многие этому противятся, но примирившись с этим бытием, с этим познанием, хотя хочешь или не хочешь, мы все просто априори бессмертие, это даже не выбор. Это такой лизорный есть выбор, примириться с этим или нет, но ты просто всегда бессмертен. Тебя можно временно убить, сняв эту шкурку, но личностно ты не умрешь никогда, ты либо пойдешь в новую жизнь перевоплотившись, либо будешь чего-нибудь там дожидаться, бог там знает, что с каждым из нас бывает. Так вот, разве политика, законы, правила дорожного движения от нас отделимы, разве правила дорожного движения знают только даже водители, которые, казалось бы, водят автомобиль? Нет, правила дорожного движения знают и пешеходы, иначе бы он не знал, где пешеходный переход, может ли он по нему переходить, где он имеет право ездить на велосипеде, скейте, самокате, да, где на мопеде без прав, где с правами, и какой мопед можно водить без прав, а какой с правами. И даже несмотря на то, что я вожу мопед без прав, разве я не знаю правил дорожного движения? Нет, нормальный человек, ездя по трассе даже на мопеде, на котором не надо якобы иметь права, он, конечно же, сам знакомится с правилами дорожного движения, и им следует, чтобы что, самого себе не навредить, не навредить окружающим. Так вот, тезис и конечный мой ответ людям, которые говорят «я вне политики», мне хочется на них посмотреть, точнее, на них смотрю, и хочется им сказать, я иногда говорю, что мне вас жаль. Это глупый тезис, он мог вас заквасить от кого-то, это не суть важна, каждый в ответе за себя, где вы это нахватались, может быть, это ваше личное убеждение, но политика – это наша жизнь, государство – это наша жизнь, закон – это наша жизнь, там тоже есть добро, есть проявление добра, там есть проявление зла, и мы, соответственно, я сегодня, конечно, обращаюсь, как всегда, как веган-христианин, но веганство я так просто упоминаю, сегодня оно здесь не совсем уместно, хотя уместно, но просто мы будем говорить, веганство тоже можно, с политикой все это связано, когда узаканивает убийство, вольерные охоты, но сегодня давайте это оставим, поговорим о таких вещах более абстрактно, а конкретно, конечно же, кошнемся сегодня людей, иначе этот ролик можно тогда на 100 часов мне записывать, смотрим все аспекты разбирать жизни, вот, я надеюсь, о политике понятно, от этого, кто отрекается, мне жаль, мне с такими людьми не по пути, мне с ними неинтересно, мы будем иметь разногласия, потому что нету среды, в которой человек не участвует, вот, если даже вы когда-то в чем-то не участвовали, это не повод оставаться в этом неучастии дальше, там тоже проявляются, как я уже сказал, и беззаконие, и добро, наоборот, это тоже и дела любви, само ваше участие, интерес, и потом как-то принимание в государственной деятельности, вот, в этой, какое-то участие, опять начнем со слова, с информирования, с делением, то, что мы делим все это информация друг с другом, это уже участие, если вы делитесь добрым, распространяете добро, это очень хорошо. О законах я еще раз и говорю, вы знаете, сейчас буду по памяти вспоминать, что мне где-то там тыкали, в чате, писали, аргументировали, я не все здесь написал, вот, в этом списочке, я так что-то сел, хоть что-то набросал, за это время я много с кем общался, разные были мысли, по поводу законов тоже, когда мне, это касается в Непалите, хорошо, что я сейчас об этом тоже вспомнил, без пометки, такие мысли мне говорили, что якобы ты же сам проповедуешь свободу, и, типа, никакой палки нельзя законам ни добро принуждать делать, не якобы там зло, я скажу очень просто и понятно еще раз. Нормальный человек, христианин в частности, я как раз всегда так буду говорить, познавший, это человек, познавший для меня истину, ну, в теории должен познать истину. Закон, это, который есть, вот я говорю, во-первых, есть просто элементарные вещи, вот, придумали там удостоверение личности когда-то, право собственности, это просто, это просто структурирование жизни. Да, в Небесном Царстве не нужно будет паспортов там, доказывать свою личность, но есть в этом мире. Паспорт ни зол, ни плохо сам по себе, это право собственности, ни зло, ни добро по себе, есть оно. Вопрос, как этим манипулируют, кто-то, у кого что-то отнимает, человек за это всю жизнь потрачит, это другой вопрос, мошенничество, подлоги, нежелание там госслужащего заниматься работой, человек хочет быстро продать, переоформить, там все затягивают, до чего-то докапываются, вот что зло. Само паспорт это не зло, право собственности, бумажка, там раньше зеленка, так называемые свидетельства, сейчас там не важно, что все это меняется, в цифровой мир переходит, это само по себе, ни добро, ни зло. Ножик, это ни добро, ни зло. Им можно убить, можно фруктиков нарезать, салатик, угостить человека. Это ни добро, ни зло, это предмет. С законами то же самое. Я пытаюсь некоторым объяснить такое ощущение, что меня вообще не слышат. Я говорил, что я, я как бы людям даже приводил пример, они мне когда писали, что я тут сейчас за Навального стал, за освобождение Навального топить, да. Я хоть сам так и говорю Навального, ну, можно вырвать мои слова из контекста, я не всегда оговариваюсь. Я топлю за то, что Навальный в частности, да и вообще никакой человек, это до общего определения, недостойный по делам своим, лишения свободы, здоровья и даже жизни, а уж тем более Навальный, за которым я там три года где-то последний следил, вот, знаю его, как сказать, творчество, плохо, хорошо, как человека, по этим каким-то роликам, выступлениям, вот, я делаю вывод свой лично, вывод, что человек этого не достоин, то информация, которую я все время потреблял, ни лишения свободы, ни лишения здоровья, тем более самой жизни. Невиновный человек, это если общее определение, ну и Навальный, за ним таких, я дел не знаю, я о них не слышал, не видел, вот, поэтому весь беспредел, который творится с его убийством, попыткой убийства, с его лишением здоровья, потому что если бы он не умер и остался бы коллегой, овощем, да, за которым жена бы ухаживала, это, он не достоин этого, которому не раз глаз, зеленка, бры, все лицо, вот так, вот так полно в интернете, глаз он чуть не потерял, в той же самой Европе его хоть как-то вылечили, вот, и у сейчас свободы, тоже незаконный суд абсолютно, кто разберется, может быть, я сегодня оговорюсь, за что там, почему его судили, если вы с ума не сойдете от такого ролика, так вот, я так буду сбиваться, что я хочу, а, по поводу законов, и вот когда я пример привел, вот был недавно в России тупой закон, конечно же, бессердечно абсолютно, приняли это вольер на охоте, весь интернет поднялся, ну, и светлых, добрых людей, я в том числе, все репостили, все высказывались, все делали, все, что могли, собирали подписи, была петиция, делились, кричали, вопили, и я привел в такой же пример, я сказал, вот же было, так за что мы голосовали, за что мы как бы подняли кипиш, я никогда не топил за то, что в законе должно быть принуждение творить добро, это раз, я не говорил, что давайте в закон введем, что вот давайте, все должны достать веганами, но, и истинный человек, человек света, божий человек, христианин для меня в частности, потому что для меня слово христианство и святость, христианина святое, это одно и то же слово, это равенство, если ты не свят, ты не христианин, а святой тот, кто добрый, я свят, я все говорю, потому что я добрый, все, единственное определение у этого слова есть, так вот, и христианин, светлый любой человек, вот эти все, кто поступает, они выступают против того, я буду выражаться библейским языком, очень часто, что горькое называют сладким, черное, белое, тьму, светом, зло, добром, когда религиозники, государы, так называемые думы, узаканивают зло, любой человек, принадлежащий к свету, должен восставать при этом, потому что зло должно называться злом, пусть человек его сам делает, а что делает религия, пожалуйста, животное в жертву убивать, пожирать можно, все, человек живет спокойно, думает, что он праведник, а он грешник, а почему, потому что секта узаконила зло, и государство еще подключилось, пожалуйста, убивать можно, убивать можно, мы придумали животноводство, раз узаконили, теперь можно оказывается в клетку животное посадить, да, оградить кусочек земли, 10 на 10 метров, загнать туда беззащитные животные, и мучить их, расстреливать, и убивать, все, и ты праведник, все хорошо, против этого выступают всегда дети света, поэтому, мы никогда не требуем узаконивания, принудительного творения добра, и мы против того, чтобы узаконивали, или давали индульгенцию, это против того, чего бастовал, кстати, и Лютер в католицизме, чем занималось католичество, давал индульгенцию, право грешить, право грешить, то есть ты имеешь право, 100 рублей дал, все, можешь пойти соседу зуб выбить, это же бред, это же бред, да, куда там Лютер дальше покатился, я не протестант, именно потому, что, начало-то было хорошим, а чем все это кончилось, печалькой, да, создал другой путь культа, другой закон, сильно ли лучше, решайте сами, не намного лучше, да, вот так вот, вот по поводу политики, государства и закона, поэтому, когда вы мне говорите, что вы вне закона, я говорю, я пытаюсь, конечно, общаться, если разговор не получается, или извините, я общаться не хочу, я не вне закона, я не вне политики, я не вне государства, я человек, я обращаюсь в органы, власти, не власти, как это говорят, чиновничий аппарат, какой угодно, да, то есть нам всем приходится сталкиваться с этим миром, и в этих органах творится куча беззаконий, и что это такое, мы должны узаканивать зло, когда ты молчишь, ты уже его узаканиваешь, в своем сердце прежде всего, и теперь я как бы общую мысль, что это и есть, и мы как раз переходим, вот у меня пункт, хорошо, что я все-таки на экране себе все сделал, о добре и зле, да, так вот, вот это вот участие в политической так называемой жизни, как хотите называть, вот это государственное, там, законное, да, во всем этом, это тоже любовь к людям, да, пусть она не личностная, и от меня тоже слышали, я говорил, что, конечно же, нельзя все привести просто тупо к системе, система все делает, и ты ничего не делай, и когда нам, это знаете, чем заканчивается, хотя я сам такой, и мне как бы, знаете, вот тоже не понимает просто меня, я сыграл великую мысль мудрецов, что я в ответе только за то, что я говорю, не за то, как меня понимают, да, я говорил, что ни в коем случае нельзя все свести к системе, или людям вбить в голову, как у многих, что есть система, и я свободен от личного добра, от личной святости, нет, ни в коем случае, я такого никогда не говорил, насколько бы хороша система ни была, доброй, светлой, чистой, если в жизни случается, и плюс это, конечно же, это же утопия, на самом деле, это утопия, жизнь не такая, это если бы, но она не такая, и при всем, все, что пытаются, где-то, довести до ума, может быть, даже шлифуют, более-менее нормальные вещи, до совершенства, но они несовершенны, в жизни всегда будет у человека, какие-то ситуации, где он будет сам определиться, совершить ли зло, отречься от него, совершить ли добро, это всегда так, это всегда так, поэтому никто не убирает, никакое личное участие, там, в нуждающихся, не важно, что может быть, у нас будет более-менее закон, с более-менее, там, пособиями, ну и что, раз человек стоит на улице, что-то просит, ну, значит, стоит, просит, значит, наверное, надо, ну, хочешь узнать, что надо, но не будь равна, а у нас как, там вот, ему там помогут, нет, это неправильно, вот, и когда мне говорят, ой, не будем в личном участвовать, будем, всегда найдется мир, тленный и страстный, ты просто идешь, ты упал, бабушка упала, ты ее поднимаешь, ее не должен, есть полицейский, смотрят кто-то, дежурные какие-нибудь, дружинники, ну и что, бабушка на твоих глазах упала, ты что будешь говорить, а, там есть свои службы, да, есть служба по поднятию бабушки, может быть, мы до такого докатимся, но это же бред, это не отменяет личного участия, вот, в какой-то, мимолетный, может быть, большой, может быть, малой скорби, это никуда это не денется, мы смертные, страстные, тленные, и еще, вот именно, уже об этом я сказал, как мы выполняем этот закон, можно исполнить идеальный закон, а как мы его исполняем, и там, извините, вы знаете, человек, который вот сидят, вот вы очень часто приходите в организации, казалось бы, люди, там же бывают даже дублирующие должности, да, там операторы, в банке воспринимают, вы знаете, насколько человек человеку рознь, и бывает, когда, я сейчас даже не могу, он живой, ну, вы знаете, все эти примеры, ну, пожалуйста, продавцы на рынке, ну, может, там продуктами вы сейчас не загоняете в супермаркете, ну, где-то, помните, я вырос в 90-х, так скажем, вот эти все рынки, одежку продавали, вот в одном тебе, ну, просто вот хороший человек, он тебе все померит, и даже если ты не купишь, он не обидится, он тебе все покажет, все померишь, он там, ну, в лепешку разобьется, улыбнется тебе сто раз, если даже ты скажешь, я пойду там еще посмотрю, иди, иди, понравится, вернешься, другой там будет, еще не дай бог ты глаз так посмотришь, и он видит, что ты уже не это, давай, снимай, ну, вот что, я вам какие-то сказки рассказываю, я всегда говорю, что я рассказываю все о жизни, деятельной жизни, она всех нас окружает, когда, говорит, я вне политики, у тебя что, интернета нету, что ли, или раньше зомба ящика, ты все знаешь, было бы желание узнать, вот, это же так, значит, любовь-то к людям будет проявляться, даже при системе, поэтому, когда мне, говорю, такое пытались, тоже, я сейчас вспоминаю все, что мне за эти дни опять наговорили, там где-то, да, или о чем беседовали, нет, любовь человек всегда сможет, и в ней нет предела совершенства, на каждом месте мы можем, как Павел говорит, бежать как спортсмены, на ресталище, ну, или на соревнованиях по-русски говорить, да, чтобы быть первым, вот, быть в этом более добродушным, еще более лучшим, знаете, как в этих, супер, каких-то больших гипермаркетах, да, не важно, с цифровой техники, там, эти лучшие продавцы, соревнуются, кто лучше, кто будет доброжелательный, вот, там, оценивают, клиенты и начальство, вот вам, пожалуйста, там нет предела, вот вам аргумент, что система, она это тоже не убивает, ты в системе, каждый может по-разному вести, если ты добрый, ты будешь прям мягкий, хороший, ну, если, ну, где-то надо твердым, наоборот, тут тоже надо не забывать, мягкость само по себе тоже, это просто свойство, оно не хорошее, не плохое, мягкость в стоянии за истину, играют злую роль, вот, тут надо понимать, надеюсь, вы это все уже сами способны, хотя мы сейчас об этом будем говорить, следующий у меня пункт, это добро и зло, вот я как раз хочу сказать, я надеюсь, что вы уже, конечно, способны разделять добро и зло, правую руку от левы, свет от тьмы, но, к сожалению, я сколько по жизни смотрю, с этим проблемам, мы сейчас обязательно об этом скажу, я это как проповедь звучит, конечно, кто-то хочет ролик о Навальном посмотреть, может, попадет на него, будет удивлен, слыша все, что я говорю, но вот о добре и зле, все настолько просто, мне тоже начинает жизнь не черно-белая, все намного сложнее, нет, все очень просто, по крайней мере, для себя, из той информации, которой ты владеешь, если ты сам к себе искренне, сам себя судишь, как Павел говорил, святых никто не судит, они сами себя судят, если ты действительно сам с собой искренне, ты вот какую-то информацию видишь, чистым сердцем, убрав все страхи, не важно, что мне за это будет, меня уволят, накажут, друзья криво посмотрят, ты убираешь, во-первых, все страхи, ты воспринимаешь, стараешься объективно ту информацию, которую, хоть это тяжело, потому что любой человек субъективен, поэтому в априори невозможно полное объективное восприятие, но все-таки, ты стараешься от каких-то старых мыслей избавиться, может быть, наоборот, от какой-то пропаганды, грубо говоря, пытаешься на новую информацию посмотреть таким сторонним взглядом, как бы ее принялся, если бы я не знал вот того-того, что уже сидит мне в голове, или тут же мне параллельно кто-то в ухо шепчет, да, человек или еще кто-то, духи какие-нибудь добрые или злые, вот, то есть я пытаюсь понять информацию, и из-за этой информации какой я вывод должен сделать? Вы знаете, я тысячи раз читал эту фразу Иисуса, его этот закон, эту заповедь, этот закон благобытия, которым он говорил, я тысячи раз ее читал, и я только через много лет, я вот больше 11 лет уже веган во Христе, покаявшийся когда-то, грешник, и я только лет через пять мне стало это как-то утверждаться, хотя я сначала это понимал, и я так стал жить, но вот настолько, чтобы это стало твоей кровью в твоих жилах, в твоем духовном теле, этот закон, это понимание, это учение, его применение в жизни, вы знаете, это стало, конечно, не так быстро, когда мне говорят, ты вот других тоже вот так к ним тверд спрашиваешь вот так вот, ну ты сам-то такой был, это неважно, каким я был, я дошел до этого, я как мудрый учитель, я спрашиваю со своих учеников, да, и не позволяю им жаловаться, чтобы они меня учили, как учить их, как из седьмого класса восьмой перевести, да, я требую, прошу, говорю, вот так вот, делай, тогда поймешь, почему не делаешь, тогда ответь, вот, и вот этот вот закон жизни, поступай с другим так, как ты хочешь поступали, чтобы поступали с тобой, и соответственно, не делай никому ничего, чего себе не желаешь, и люби ближнего, как себя, когда это стало моей кровью, духовной кровью, моего духовного тела, когда это просто пропитало мое сознание и сердце, у меня в жизни все просто встало на свои места, вот именно, я бы хотел, чтобы мой учитель был ко мне достаточно строг, чтобы он меня вот, да, хотел бы, так, когда ты так вот делаешь, ты правильно делаешь, я бы хотел, потому что я хотел это так себе, меня, я был учеником в свое время, в бытовой жизни у разных людей, я благодарен всем своим учителям, которые меня чему-то в жизни научили, многие из них были твердые, и были лидеры учителя, такими и другими не бывают, это уверенные в своей истине, доказывающие дело, я учился там спорту у супермастеров, у мистеров вселенных, пусть это было через журналы, через, сейчас это все, видеоклипы, через выступления, все эти ролики их, да, это же учение, они выкладывают мастер-классы свои, я всегда учился у лучших, я убирал лучшего человека, который делом показывает, что он лучший, и я учился, и я слушался его, у меня могло что-то не получаться, я не мог этого достигнуть, но я понимал, он достиг, я вижу, он такой, он мистер вселенная, все, все умеет, говорит, да, я не могу почему-то исполнить то, что он говорит, мне не получается, но я никогда не говорил, что он не прав, это я, я не могу достигнуть того, что он-то достиг, значит его методика работает, либо я что-то не понимаю, что-то делаю неправильно, да, вот, в жизни чем я тоже только не занимался, начиная от тела, спорта, там, умовые достижения, профессиональные, я чем только не занимался, что только не умею, да, я всегда брал лучших и у них учился, это был принцип моей жизни, и потому я сегодня есмь такой, какой я есмь, и всем это же проповедую, так вот, это золотое правило, морали, как его называют, закон жизни, благо бытия, заповедь Иисуса, в которой весь закон и весь пророкий, только когда она станет вашей кровью, которая будет гоняться по вашему телу, когда вы реально это просто поймете, я вот многие смотрю, я говорю, они не понимают, вы могли тысячу раз тоже читать это в Евангелии, но в жизни это не применяют, и причем это надо именно применять, это надо именно так мыслить и прям, прям ставить себя на место другого человека, именно ставить, погружаться в этого человека, в его ситуацию погружаться, что его окружает, семья, дети, родственники, политика, религия, чем он окружен, почему он так, что с ним происходит, он заслуживает этого, нет, как бы я хотел, чтобы со мной в этой ситуации поступили, как бы я поступил в этой ситуации, я вот его, говорю, ой, слушай, он что-то разошелся, так гневно говорит, а ты бы там побыл бы, когда его там 20 человек, может, долбит, как бы ты себя вел, все, очень просто, благодаря тому, что я напомнил, очень важно, я думаю, что у меня получится все-таки интересный такой последовательный ролик, я, может быть, не все темы затрону, но хочется, чтобы меня услышали многие люди, это очень важно, именно поэтому я этот ролик выложу на проповеди, он не только о Навальном, он опять о жизни, о любви, о свободе, о бессмертии, о добре, о политике, нужно ли это, не нужно, о нашей жизни, особенно христианской, кто меня слушает, это очень важно, у христианств столько заблуждений, и мне их просто больше всего жалко, потому что я сам христианин, я больше всего о них страдаю, потому что я сам христианин, я больше всего переживаю, когда настоящее христианство, ни католиков, ни православных, ни протестантов, а именно христианство позорит, именно христианство не могут явить в совершенстве, не живя им, не понимая, что такое христианство, что это и есть совершенство. Мне за это особо всегда больно. Так вот, мы с вами переходим, давайте теперь к Навальному, к личности перейдем. Мы сейчас много поговорили абстрактно, и теперь у нас с вами все-таки, вот я так выделил, Навальный, ну и пройдемся по Навальному. Кто может, если тайм-коды, кто мне напишет, к этому ролику будет благодарен, если они в тайм-коде под роликом будут отображаться, в описании будут сами тайм-коды, и если на шкале, как это Ютуб делает, будет выделено, может перемотать, может и нет, я советую послушать. Потому что сам Иисус говорил, сотворите и научите. Разобрав сегодня пример нашей реальной с вами жизни, жизни современников, мы очень любим разбирать каких-то древних святых, абстрактных, о жизни которых мы ничего не знали. Я возьму даже для христиан библейских пророков, праведников, новозаветных апостолов, учеников, самого Иисуса. Мы ничего не знаем. Когда меня там пытались за Иисуса топить, что вот он, он таким не был, наверное, агрессивным, как ты. Я говорю, откуда вы знаете? Евангелие написано настолько ровным, я бы сказал, не знаю, меланхоличным, что ли, или таким неэмоциональным языком, что ты его, когда читаешь, у тебя даже вот эмоции, как таких, не считая твоих природных чувств, ты читаешь о его аресте, да, у тебя какие-то начинают появляться эмоции, чувства, недовольства, но она настолько холодно и ровно написана, в этом есть свой плюс. Сегодня не будем так много, Евангелие, конечно, так чуть-чуть хочется сказать, но есть твои минусы этого. Я говорю, вы не видите Христа. Когда написано, что он с гневом посмотрел на людей, обожесточение сердец, которые тыкали ему, что не должно делать доброе дело, чем он хотел заняться, исцелив руку сухорукому, и он посмотрел на них с гневом, скорбя внутри сердца, обожесточение его. Конечно же, нам эта фраза много говорит, но вы видели его лицо. Кто может предположить? Никто не знает, с длинными он был или с короткими волосами, длинный или маленький, щупленький, или красивый атлет. Никто не знает, как выглядел Иисус уже. Уже никто не знает. Если, как Павел писал, кто его знал по плоти, то уже не знаем. Но он там немножко другой, я просто, так скажем, новозаветным языком выражаюсь. Конечно, я тоже что-то выдираю, но, как вы знаете, не с плохим умыслом. Просто Павел там, конечно же, другую цель преследовал, говоря о Христе в этом контексте. Но суть та же. То есть здесь просто, что если его кто и видел, то не мы с вами, прошло уже тысячи лет, и нету даже действительно каких-то достоверных источников, в Евангелии ничего, не дается никакого писания Иисуса Христа по плоти. Там кусочки можем вырвать, что он там в каком-то балахоне ходил, но это настолько общее понятие, что мы ничего понять из этого вообще не можем. Алексей Навальный. Ну, я так пометил. Не святой, не грешник, а ближний. Не достоин лишения свободы, здоровья и жизни. У меня в чате, я говорю, с теми людьми, с кем я близко достаточно долго общаюсь, у меня произошел конфликт тоже на фоне всего этого. Мы даже из чата я всех удалил, ну и попросил удалиться. Ни с кем сейчас не общаюсь, но одна сестра меня поддержала, в этом и все остальные. Ну, кто восстал, кто не восстал, кто отмолчал, со всеми было по-разному. Кто меньше восстал, кто больше, да, кто просто, я вот пока не понимаю, что-то, да, воздержусь. Ну, в общем, у всех была разная реакция, но, да, я ожидал в группе единомышленников, в чате единомышленников другую реакцию. Да и дело не в том, что я ожидал, а в том, что я хотела потом увидеть, потому что я же все-таки несколько дней плотно общались, я много записывал аудиосообщений, текстов, чтобы что-то объяснить, донести. Так вот, Алексей, я теперь еще раз повторюсь о том, что я просто жалко не в самом начале сказал, а то кто-нибудь из ненавальницев, как их назвать-то, да, или власть, за власть топящих не посмотрели под ролик, хотя, может, как раз хорошо, что не сразу об Алексея затронул тему. Но ролик будет так и называться, ну, вернее, опять о политике, о Навальном, не знаю, как-то так. Так вот, Навальный, сейчас не буду опять с его биографией, он кое-что рассказал, этого достаточно, дальше узнавайте сами. Я, хотя некоторые случаи из его биографии, которые мне стали тыкать там или еще что-то прислать, мы разберем, но разберем их тоже в таком глобальном контексте, чтобы пользу для себя вынести. Так вот, Навальный, ни святой, ни грешник. То есть, я это вместил все тогда во фразе, я еще раз сказал, кто мне доверяет. Я сказал, что я слежу за этим человеком, там уже больше трех лет, да? Смотрю видео, все это, слежу за ситуацией, что там было, да? Вот. Я сказал, что этот человек, я вместил все это в одну фразу, не сделал ничего достойного, я евангельским языком выражаюсь новозаветным, лишение свободы, здоровья и жизни. Его пытались убить, он чуть не превратился в овощ, и сейчас его неправильно, реально судят. Кто хочет, разберитесь, что там за дело и в Роше. У него, конечно, там судебных исков за всю историю, ну, с чем он занимается, это соответственно. Тем более, личность публичная, медийная, конечно же, у него куча противников, да? Вот. Но вы разберитесь, это не так сложно, вы можете в это верить или не верить, но хотя бы узнать, можно, да, разные источники почитать. Но я, опять же, я сказал свое мнение. Кто-то мне тоже там, ну, тоже много, вот именно, никто мне тоже толком аргументированную не противоречил, а вот просто, ну, вот я знаю, что это все может быть, может это не так, вот ты в это веришь, да, то, что ты знаешь, я же, конечно, тоже не могу, я не Господь Бог, чтобы видеть всю картину мира, мы лишь по каким-то поступкам, видимым вещам оцениваем. Я просто сказал, что я, вследствие того, что вижу, это вот так. человек не в ответе за те грехи, которые он делает несознательно. Я, когда помогаю нуждающимся куском хлеба, я не знаю, может он только, может он домой приходит и жену калашматит, тому же самому людям, там, алкоголику ты помогаешь или еще что-то. когда люди в больнице, там, наркоманам спасают жизни, они что, виноваты в том, что этот наркоман, его сейчас откачают, он завтра опять будет у детей телефон отнимать бабушке, пенсии, грабить, и там, колоться, бузоваться, ругаться, драться будут между собой, там, со всеми. Разве врачи, врач будет виноват во все грехах этого наркомана? Нет. Я привел первый аргумент, так как я христианин, меня, правда, укорили в том, что я из Евангелия тоже, как и все другие, могу притянуть все что угодно, да, это так, я сам укоряю других за то, что они притягивают, но такого же есть. Я, естественно, живу по Евангелия, какие еще примеры мне приводить. Всем известная притча о добром самарянине, рассказанная Иисусом непосредственно книжнику, законникам фарисея по разным Евангелиям, по разным, неважно, как раз на прямой вопрос, что опять же, весь закон и пророки в одной, ну или в двух заповеди, которые Иисус совместил, это любовь к Богу и любовь к ближнему. Он сказал, что они одинаковые. Кто любит ближнего, тот любит Бога. И на вопрос, а кто такой ближний, этого книжнику и законник, Иисус рассказал притчу о ком, о добром самарянине. Картиночку решил вам добавить. Иисус рассказывает прекрасную притчу. Надо ли ее пересказывать? Ну, видимо, надо. Ролик не знаю, насколько получится. Я хочу много сказать сегодня. Иисус рассказывает прекрасную притчу. Некто, избитый на дороге, разбойниками, не разбойниками, не суть важна. Сразу оговорюсь, я говорю всегда, что учтите, то Евангелие, которое у нас дошло, через все эти секты, все эти переводы, пересказы, перетолкования, это лишь то, что мы читаем. Иисус говорит, что, да, шли некто из Юрусалима и нашли некто лежащего. Ну, шел кто? Левит там священник, шел фарисей, да, иудей там. И шел некто из Самарянин. Самаряне с иудеями, с евреями не общались, это были язычники. И вот этот Самарянин видит, избит его на дороге человека и помогает ему. Он его отхаживает, там, обвязывает раны, смазывает маслом, неважно, как на современный язык все это перевести, там, перекуси водорода ему, все там, да, то есть помогает ему. Его кладет на свое, сажает на своего ослика, там, ведет его, оставляет его в неком доме, больнице, гостинице, не суть, тоже важно, как там написано, в Евангелии смысл понятен. Сам он идет дальше по своим делам, но в этом доме платит за то, чтобы этого человека выходили, более того, говорит, что я на обратном вернусь. Если что-то больше поднадобится, ты потратишь, какие-то будут издержки, ты тратишь, я все возмещу. Возможно, он был знаком этому дому, то, что не раз ходил этими путями и был в доверии. Неважно, это притча, то есть мы предполагаем, там, все эти идеальные условия, можем их сами добавить. И этот человек поправляется, да, вот всем известная притча. Я не буду сегодня проповедь зачитывать, как она закончилась, и что Иисус там какую, такую мудрость, витиевату вообще в конце выявил, и сегодня не об этом. У меня есть, вся Библия целиком, даже Новый Зайдет несколько раз зачитан на канале Христалю Библии написать. Можешь туда обратиться и найти все эти места. Кто не найдет, могу дать посылки точные, отсылки к этим роликам. Я начинаю с тем, с кем общаюсь, приводить в пример. Естественно, я в виде, в лице, и в образе вот этого вот нуждающегося, избитого, некто на дороге, показываю Навального. Я говорю, что вот эта притча Иисусом рассказана, она рассказана не только для того, чтобы мы с вами в жизни потом, живя через две тысячи лет, после всех этих евангельских событий с Иисусом Христом, мы с вами ждали на нас с небес, свалившуюся, вот точно такую же похожую ситуацию, что мы идем по дороге и увидели какого-нибудь, именно раненого, прям, просто вот избитого, какого-то человека. Мы с вами посмотрели вдаль, чтобы обязательно впереди нас шло уже отвернувшийся там православный поп, может быть, а лучше всего, конечно же, иудейский левит шел, фарисей, там, или священник, не суть важна, то есть кто-то там к моему народу принадлежащий или не принадлежащий, наоборот, да, вот, может быть, это кто-то скажет, что хорошо, чтобы православный батюшка отвернулся, прошел, диакон там, священник, диакон, а уж потом я-то, да, и вот я тут иду, ну, да, вот это прям притча обо мне, то есть вот сейчас я должен именно исполнить заповедь Иисуса, да, желательно, чтобы я знал, что этот человек праведный, потому что мне все время говорили в ответ, я не знаю Навального, хотя это говорили мне близкие люди, я единственное, что я мог на тот момент ответить, так как реакция должна быть на то, что вот это с Навальным событием происходит, должна быть достаточно скорой у нас, да, я кратко говорил, я понимал, что да, но невозможно быстро все узнать там о человеке, что он, кто он, и я им как бы поручился просто своей гарантией, что вы-то как раз вот именно меня знаете, я вам говорю, что этот человек не сделал ничего достойного лишения свободы, здоровья и самой жизни, все, потому что и приводил, например, ту же самую эту притчу, что вот когда этот самарянин шел, ну разве он видел, кто такой разбойник-то? Я, как всегда, люблю все это до людей доносить, в том плане, я могу развивать эти образы, но ведь он мог быть тем же самым разбойником, там в одном Евангелии написано, что его разбойники избили, в другом нет, это не суть важно, это могли быть его подельники, они могли только что кого-то ограбить, люди грешные сами друг друга готовы, он мог быть шестеркой, самым младшим в компашке, да, мог возмутиться, могли те ему просто мандулей за некрасивые глаза надавать, он мог избит быть своими братками, подельниками, мог быть такой, мог быть, он мог быть избит кем? Он мог быть сам преступником, он мог кого-то попытаться ограбить, может быть он там, я люблю контрастные области, он там ребенка чуть ли не насиловал, может насиловал, и ему народ кто-то увидел, все это на дороге, кого-то грабили, или он силой не рассчитал, напал на того, кто ему дал обратно в тумака, и вот он теперь лежит избитый до смерти, он что-то тоже разошелся в ярости, и пару ударов по лицу с ноги, вы знаете, просто так бесследно не проходит. Иисус не сказал, что это праведник лежит на дороге, да, он не говорил, что это Навальный, но он не сказал, что это даже грешник, он не говорил, что это праведник, некто, и не забываем о том, что это Евангелие, те, кто воспринимает его Духом Святым, Духом Истины, Духом Любви, Свободы, Бессмертия, мы, зная все Евангелие, даже то бумажное, которое до нас дошло, мы видим дух жизни и учения Иисуса, мы понимаем, что Иисус и пытается иудеев научить, тем более зная, кому все это говорится, почему, иудеи любили любящих только, да, как и все народы, А Иисус учил любви ко всем людям на земле, разного уровня, любить правильно любящих, любить нуждающихся, любить ближнего, любить там родственников, это отдельная, там скажу, группа первой, близкие родственники, тоже, тоже, как раз к ним любовь проявляется в том, чтобы не все их исполнять, все их не бредни, да, идти с ними на зло и наоборот, глушить в себе добро вместе с ними, там, да, вот, это отдельная любовь, правильная к ближним, там, к нуждающимся, вот, оказался ближний любой на дороге, человек в нужде, любви к врагам, что это такое, тоже правильное, это не то же, не гладить их по головке за их беззаконие, да, но это их и не убийство, ответное, не месть, это точно такое же, говорение правды и даже это их кормление, поение, то есть давание минимального необходимого, всему этому учил Иисус, и вот из этой притчи, я говорю, слушайте, ну, посмотрите на Навального, я вам рассказываю, как на него посмотреть, в том плане, теме, той информации, что я обладаю, я говорю, он не сделал ничего даже, и причем я говорю, привожу, как бы, аргумент, что он даже, даже если вам так удобно, то этот человек не сделал ничего достойного, да, хорошо, был бы он маньяком, серийным убийцей, педофилом, этот, я знаю все, я там в курсе, давно слежу, за то, что вы лишили здоровья, лишь пытались, чуть не лишили, пытаясь лишить его жизни, этого он вообще ничего достойного не сделал, кем бы он, так скажем, не был, ну, грубо говоря, он не был ни убийцей, то есть, око за око, он ничего достойно, он никого здоровья не лишал, он, вся его деятельность в жизни, сейчас мы дойдем, может, на деньги там, злостных американцев, да, там, он обличает, там, русскую, власть, всех этих олигархов, и деньгопридержащих, и власть имущих, да, вот, вот за что он, его не имеют права убивать или травить, даже как око за око, обличайте в ответ, пожалуйста, выносите компроматы, всю грязь из трусов его, пожалуйста, почему мы сегодня об этом будем, говорит, власть так не делала, где на Навального какая-то грязь, сейчас мы дойдем до тех вариантов, которые есть, да, почему власть-то в ответ ему не отвечает, он им пишет, записывает ролики, и проводя вот эти все расследования, аргументированные, очень часто, и то в меру с возможностями, ну ладно, то есть я сейчас уйду, ну или сразу сказать, да, что у власти там все есть, все условия, ФБР, ГБР, там что только нету, вы все знаете, да, все архивы есть, что вы на Навального, не можете вытащить какую-то грязь и помойку, если он правда такой нехороший, вот, но вы же его не пытаетесь уничтожить методами, такими же, как он вас пытается свергнуть, грубо говоря, да, вот, вы его просто берете и физически уничтожаете, вот, я пытался вам объяснить, что вот сейчас Навальный, человек сидит за решеткой, это очень важно, плюс я им привел, естественно, слова Иисуса, когда он уже рассказывал о страшном суде, вы помните, о последних временах, особенно в Евангелии от Матфея все это занимает две главы, и рассказы о суде над христианами, Иисус заканчивает рассказом о суде над всеми людьми, и он говорит, что тот, кто разделяет людей на козлов и овец, стоит по праву поле в руку, и говорит, что тем, кто по праву, они его спрашивают, за что мы тут, а он говорит, за то, что вы ближнему сделали, мне сделали, а, понятно, Иисус перечислил не все виды добродетеля, но, кстати, даже в том коротеньком, маленьком списке, который не обхватывает всю нашу общественную, личную, какую угодно жизнь, профессиональную, но даже там Иисус упомянил о темнице, кто голодного накормит, алчущего напоит, раздетого оденет, в темнице посетит, недостаточно посещения, достаточно посещения для того, кто ничего больше не может сделать для этого человека, но если человек сидит там незаконно, а у тебя есть какие-то рычаги, возможности, данные, чтобы человека вытащить, ты можешь быть свидетелем, или ты какие-то улики, может скрыл их, да, потом покаялся, решил все это, ты должен сделать все, чтобы вытащить человека из темницы, лишать человека свободы, это, это, это тяжкие грехи, это даже к врагам применимо, то есть мы не должны врагов лишать, так скажем, свободы, да, вот, я имею ввиду врагов, ну, таких, которые не сделали ничего, что, убийца, да, у нас есть тюрьмы, это все правильно, вот, но это должно быть око за око, то есть, если кто-то отнимает, да, что-то у кого-то забирает, ты ограничишься человека от общества, Навальный ни у кого ничего не отбирал, он не крал ни у кого, да, ни миллион, он как раз и говорит, что те, кто крадет миллионы, это тоже, вот этих людей надо охраничить, от овечек, этих волков, да, вот, Навальный ничего достойного этого не сделал, судя того, неправильно, на самом деле, без истца, кто, ну, если вы разберетесь, я говорю, не знаю, сейчас стоит об этом говорить, давайте по времени посмотрим, я тогда скажу, если надо будет, но вообще в этом сами разбирайтесь, или я буду, может быть, отдельно китролики, запишу что-то, вот еще более подробно Навальным, хотя вы и без меня можете в этих вопросах разобраться, вот, Иисус сказал, кто ближнего, тот не сотворил, это очень важно понимать, вот, ну, я нашел, и тут не нашел отклика, да, поэтому это золотое правило к Навальному абсолютно применимо, я надеюсь, я как-то это до вас донес, в принципе, что у меня тут по списку, борьба с коррупцией, это добро, то есть любовь к людям, вот опять же, тот же Навальный, да, то есть он делал, то, чем он занимается, ну да, я эти кратко касаюсь его, просто я где-то обрываюсь, мне кажется, я еще больше углублюсь, это так затянется, вот, узнаете про это дело, дело и Фраше, как их судят незаконно, брат его младше, уже 4 года отсидел, там не было истца, истец, когда был, вот там, их подталкивали просто, вот те как раз, они вроде как подали сначала, ну, обвинили, что вот там, ну да, может быть, были какие-то махинации, они просто занимались бизнесом, брат там был еще, так потом истец же отзывает, хотя на него давят сверху, власть, да, они отзывают вообще обвинение, он говорит, ничего, ничего они не сделали, все нормально, я его продолжаю судить, хотя, человек говорит, нет, не было ничего, да, более того, там условный срок, который уже закончился, вот это все, это вообще, это просто беспредел, и кто разбирается в этом, мы сейчас еще об этом коснемся, сам Навальный, я еще раз скажу, да, все, что известно в такой, скажем, медийном пространстве, вообще в его жизни, он занимается вот этими расследованиями, это тоже любовь к людям, пусть он ее по-своему проявляет, и он не святой, и не грешник, как я сегодня уже заявил, в начале тезиса, у него есть полно недостатков, наверняка там и в семье, и он, кстати, один из тех людей, который об этом говорит, да, но он не бес во плоти, Навальный не такой, вы посмотрите на этого человека, посмотрите его расследование, да, он горячий, и он, тем более, я когда, знаете, говорю с христианами опять, он позволяет себе слова, он может оскорбить человека, может унизить, такое у него есть, но это все на словах, это все бывает в пылу горячности, потому что их тоже там, арестовывают вечно, долбят, я представляю, человек, когда известный, что он много раз говорил, когда ему тысячами приходят эти комментарии, сообщения, он заводится, но он не такой, вот, а вся его деятельность, это тоже любовь к людям, когда мы боремся с системным злом, вот как вы говорите, ой, система, она добра не даст, ну а сколько она зла, все знают, жалуются на системы, да, это тоже борьба, это тоже борьба, это тоже доброе дело, он сам себя говорит, что он, это может быть, я так говорю, он чуть другим словом говорит, но это из-за любви к людям, слово любовь редко кто употребляет, его себя так побаиваются, да, особенно мужики, кажется им какое-то мягкое слово, наверное, недостойное, нет, это самое достойное слово любого человека, это суть жизни, природа бытия, самое настоящее, поэтому по поводу Навального, вы узнаете это, ну давайте, да, дальше я слышал, сейчас я буду все-таки Навального касаться, я почему говорю, борьба, скажу, иностранный агент, и на их содержание, это я для себя такие пометочки делал, аргумент патриотов вратит, Навальный делает это, иностранный агент, я вот смотрю, слушайте, ведь это еще говорят некоторые люди из моего окружения, так скажем, с которыми я столько лет близко общаюсь, они вот слушают эту пропаганду, болеводскую, от которой тошнит на самом деле, когда ее слушаешь, о том, что мы там, вот это русские, ведь это же чисто воды националисты, кого только не обвиняют в национализме, фашисты, а ведь наша современная русская власть, это и есть фашисты, точно такие же фашисты в Америке, во многих почти странах, все время зачем-то тычут, что какой-то народ, это плохое, а мы такие вот цветы непорочные, это же национализм, самый настоящий, покажите мне, в России, я образно, конечно, говорю, там может есть единицы, ну так, из вот именно вот этой вот верхушки, причем это все псевдо-патриотизм, понятно, да, они там клянут все страны, сами с ними там дружат, в частности с конкретными лицами, покупают недвижимость, там дети учатся, как они говорят, да, но они там патриоты, ты что, на камеру, они патриоты в доску, вот покажите мне из нашей этой думы, там, Совета Федерации, кто только не хает, да, Америку или еще что-то, это же бред, и я вот когда это слышу от своих, и они вот их слушают, я думаю, господи, неужели вы столько лет со мной меня слушаете, сами вы вроде здравы, и вы вот сами это все вот приводите, чушь эту, какая разница, кто Навальному за это, так скажем, платит, и его поддерживает, я попытался себя опять в пример поставить, во-первых, даже если Навальному, и плюс, я вот этих людей смотрю, многих я хорошо же знаю, знаю их жизни, там, сложности в жизни, вы же знаете, сколько проблем, вот именно в нашем, так называемом, государстве, вот со всеми этими проблемами, вы же видите, что Навальный, что он на эти деньги делает, зло, он что, детям наркотики, он что, представитель наркобароны, человек расследует коррупционные схемы, власть имущих, все вот это государство, все это показывает, с надеждой того, что до людей это дойдет, и мы выберем нормальных людей, которые будут петься о людях, на своих местах, где бы он там, как я сегодня привел, например, неважно где он сидит, может сидеть там, штаны протирать, а может действительно что-нибудь доброе делает для людей, на этих государственных, чиновничных местах, и Навальный пытается это делать, это его публичная деятельность, она всем явна, я говорю, неужели вы левую руку от правой отличить не можете, кто он будет потом, сейчас мы коснемся, будет он президентом, каким он будет, куда его понесет, сегодня он занимается этой деятельностью, это тогда можно, я сразу вернее буду на себя все-таки показывать, параллель вести, потому что для этих людей, я же вот, я же живой тоже, близкий, я говорю, слушайте, ну чем вы знаете, чем завтра христовюк займется, ну вы живете сегодня, на меня смотрите сегодня, на мои прошлые, и то, о чем я говорю, планирую заниматься в будущем, так же и о Навальном, а он не проповедует, там нацизм, сейчас мы этот вопрос тоже коснемся, потому что мне там кое-какую его буду тоже сбрасывали, вот, вы посмотрите на сегодняшнее, ну на прошлую жизнь, поисследуйте, и на сегодняшние дела, на то, о чем он говорит, о будущем, я буду сразу параллель с собой проводить, для людей, которые вот, вы же меня знаете, кто-то меня вот слушает, неважно, с кем я близко, или вы меня просто слушаете, я вас там не знаю, обратной связи нет, но все-таки давно, слушайте, там смотрите, хорошо, про деньги опять, я говорю, мне помогали, тоже уже помогают, и помогали, больше, меньше, чуть сборы, которые я объявлял, или постоянно, мне разные люди помогали, мне помогали люди, которые живут в Англии, в Германии, во Франции, в Казахстане, в Китае, в Сингапуре, в Таиланде, мне было, в Америке, в разных этих, как там называют, этих штатах, это я даже так помню, да, в Америке много тоже, было людей, это я так, по памяти просто, мне эти люди помогали, то есть, тоже присылали деньги, мне, на нужды нуждающимся, на конкретные эти сборы, которые я объявлял, тоже для себя, или для нуждающихся, я что, тоже, тогда Христолюк, тоже иностранный агент, тоже засланный казачок, в вашу святую Русь, ну что, Навальный, в отличие от российских, этих пропагандистов, и власть имущих, и всех, и же с ними, он не скрывает своих доходов, он говорит, да, у меня такая-то зарплата, посмотрите, сколько у него зарплата, да, его спонсируют, такие же вот именно эмигрировавшие миллионеры, которые здесь не ужились, с кем-то, поцапались, да, потому что, может, по личным, человек может даже Путин, внешне не нравится, да, он с ним закусился, все, вынужден был покинуть страну, и сейчас Навального, он может какие-то свои цели преследует, но Навальный опять прямо говорит, мне помогает, вот как я сто раз говорил, я вот Навального слушаю, я так же выражался, я говорю, слушайте, вы мне помогаете, но вы не думайте, что потом вы мне напишите что-нибудь, я буду не согласен, у вас будет какой-то конфликт, у меня такое просто было, вернее, тоже даже, я тоже от опыта говорю, якобы мне вот намекают, но я как бы тебе помогаю, ты мне тут слушать не хочешь, нет, я тебя послушал, хорошо, и то даже мне не важно, помогал ты мне, нет, я выслушиваю, человек адекватно идет, объясняет что-то, пишет, ну хорошо, раз-два, потом сказал, слушай, ну у тебя своя ум, я в этом тверд, и мне это не надо, и более того, я считаю, что ты не прав, я прямо говорю, ты ошибаешься, ты возле сейчас, не я, если он даже потом говорит, это я у тебя помогаю, или помогал, и что, ты мне не покупал, все, кто мне добровольно помогает, чтобы я занимался этой деятельностью, и помогаете, вы точно так же, сколько мне помогало, и все, потом они пропадали, ну вы от меня тоже в тот момент, что-то может быть взяли, мне помогали, любовь, она бескорыстна, вы же мне не занимали, я ни у кого не просил занимать, кто хочет, поддержит, я круглыми сутками занимаюсь, уже на протяжении 4 лет, этой деятельностью, когда я уходил в себя, где-то работал, я ни у кого, ничего вы и знали, и никто мне, в общем-то, ничего не переводил, ведь меня нету, такой же тоже был, когда я выхожу, я говорю, пожалуйста, моя деятельность, на это живут все каналы на ютубе, все проповедники, блогеры, кто угодно, они живут от питания, трудов в круг своих, от чего должен жить Навальный, опять, да, на заводе пахать, по 12 часов, а вечером расследование делать один, это его жизнь, и я когда от своих опять слышу, когда они эту пропаганду читают, я говорю, неужели вы сами не можете понять, это неплохо, это вообще не аргумент, что Навальный плохой, то, что ему, а кто ему должен, Путин платить, Медведев, он их разоблачает, а они будут ему деньги платить, ну вы что прикалываетесь, или кто из России, живя в России, даже олигарх, которому сочувствуют, будет открыто ему это переводить, нет, это открыто делает тот, кто иммиграция из России, естественно, а кто, какие они цели преследуют, мы не знаем, нам о них не сообщают, значит, мы не виновны в том, что мы помогаем человеку, о тайных злых помыслах, которого мы ничего не знаем, уж тем более о людях, которые еще за ним стоят, он говорил, что он уже отказывал людям, которые пытались предлагать деньги, и потом как-то пытались давить, вот я лично говорю, слушайте, ну может вы не можете на себя, я некоторые вещи применяю, хоть и сам в жизни не проходил, я могу почему-то подумать, посидеть, как бы я вел себя, правильно это или неправильно, добро или это зло, невозможно в жизни все испытать, во всех ситуациях побывать, тут конечно мне близок Навальный, человек, пусть я маленький, всем говорю, но в проекции-то я же такой же, как и большие проповедники, или еще что-то, смысл один, и мне конечно это легко понимать, вот мне помогает, я знать не знаю, я знать не знаю, даже грязные эти деньги, говорит, или чистые, мне переводят анонимные платежи, я ничего не знаю, если потом докажется, что это кто-то перевел, может этот человек там, говорит, детей насилует, да откуда же я знаю, мне приходит это на счет, разве можно будет потом меня обвинить в том, что я за счет вот педофила там вам проповедовал, какая чепуха, и когда мне это скидывают, и я еще пытаюсь в ответ что-то сказать, меня они вообще не понимают, потом мне говорят, ну ты вот так не объяснил, да нет, я объясняю тоже надо, вы тоже не хотите понимать, у вас планка встала в голове, и все, и забрала, никак не поднять, я поэтому и выпускаю публичный ролик, и плюс там, да, если это живой диалог, или переписка, там конечно, блицами пытаешься, что-то невозможно, вот уже сколько я разговариваю, час десять, и еще час десять проговорю, я для этого и стараюсь, я тоже думал, да ладно, надоело, захотят разберутся, нет, видите, сажусь и пишусь, это что меня понуждает, если я говорил, любовь, любовь к Алексею, сейчас моя проявляется, любовь к вам, потому что от этого потом много будет всякого блага, все, поэтому по поводу денег, я вообще этого и не понял, скидывают мне в чат, кидают в личку, какая разница, вы вообще знаете, как экономика устроена, любой страны, вы знаете, что почти все компании, они вот так вот, Россия вкладывает свои деньги, даже пенсионеров, пенсионный фонд, в американские акции, то есть в компании, в бизнес, их не в наши, потому что у нас процент по облигациям больше, они в Америке в собственных не держат деньги, потому что им выгоднее, потому что у нас бешеные в России огромные проценты, чего у них нет, они к нам вкладывают, они к нам, допустим, в гособлигации вкладывают, в надежные, а мы вкладываем в американские акции, в гособлигации там нельзя вложить, они копеечные для нас, но у них акции, потому что у них компании мировые, топовые, там огромные дивиденды, проценты и рост котировок. Вот вы понимаете, как это работает? Это кто вот это обвиняет Навального? А вы в американских, сколько у правительства РФ денег в иностранных акциях, облигациях, облигации в некоторые вкладывают, я сейчас просто за Америку сказал, есть страны еще похуже нас, там на облигации еще больше процентов дают, понятно, потому что чем у страны меньше авторитет, тем облигации рискованные, значит рискованные по ним. Страна берет под больше процентов, хотя гарантия, что она вам их отдаст, вообще никакой нету, даже ваши деньги. Вот как все это работает. Слушайте, если вы хотя бы в этом не понимаете, спросите христолюбца, он вам расскажет. Я соображаю в экономике, если вы вне политики, вне экономики, но спросите меня, это же не повод незнания вашей невежества отказать человеку или вот этому вот, ну да, вот этому человеку, просто здесь Алексей в хорошей позе, да, с хорошей фотографией, а вот недавно он был вот таким вот овощем, сейчас он вот такой вот овощ, он скован, можно сказать, по рукам и по ногам в этой темнице. Это не повод не творить вот этого зла, не творить этого добра, вот именно, а не сотворив его, сотворить зло. Я, наверное, здесь еще раз оговорюсь, я не топлюсь за Навального, за президента, я даже и не хочу, чтобы он был президентом, мне без разницы будет он или не будет. Я, может, буду голосовать, нет, он не веган, не христианин, вот именно он далекий, я понимаю, что он от святости далекий тоже человек, в моем понимании вегана-христианина, свободного христианина-вегана, но он человек, и ничего достойного того, что с ним сейчас происходит, он не сделал. Вот по поводу денег, я надеюсь, всем понятно или еще кому-то, если кому-то будет что-то непонятно, но я готов даже тратить или посвящать это уже потом по делам, свое время на кому-то это объяснение. По поводу, еще раз не договорил, скажу, вот это вот американские деньги, немецкие деньги. Вы сами-то себя слышите, вы есть националисты. Я вообще ненавижу вот это Россия, Америка, Германия, какие-то границы понаставили, паспортайте, да какая разница, да пусть в Россию едут все вообще без виз, без ничего, пустите сюда всех, пусть едут, у нас огроменные просторы, пусть едут, человеку нужно, он 20 соток своими руками с трудом обработает, у нас весь мир может поселиться, да пусть едут китайцы, пусть все друг друга влюбляются, женщины, женятся, перекрещиваются, да мы все дети мира, вы, если настоящие христианины, вы что проповедуете? Какие американские деньги? По развалу Российской Федерации, вы когда эти посты мне кидаете, вы меня вообще что ли не знаете, да меня тошнит от этой блевотины. По развалу Российской Федерации, какому развалу? А кому она нужна? Вам она нужна, мне она даром не нужна, я не патриот, я не русский, я всем говорю, я Христов, во Христе нет ни эллины, ни иудеи. Если вы это просто употребляете, как разницу, как груша и яблоко, не вознося между собой грушу и яблоко, я еще понимаю, но я открещиваюсь от этого, потому что основная масса, конечно, все, если он русский, он сказал русский, это вот так вот, а американцы это вот так вот, и там наоборот травят, это же вот. И таких как я, которые яблоко и грушу называют русского, американцы точно так же с таким же пониманием, что это яблоко и груша, но можно называть, только чтобы понять, что ты, с кем там, да я там с американцем познакомился где-то там, или с американкой был там на отдыхе, или там с африканкой, чтобы понять, что это просто, что у тебя сразу так африканка, черная кожа, там вьющие к эти, как они там, ну вы поняли, кудрявые волосы, допустим, да, то есть чтобы у тебя просто какая-то ассоциация вызвалась, вот и все, то есть у нас есть какие-то определения. Ты сказал грушу, у тебя одни вкусовые воспоминания в голове, сказал яблоко другая, другие формы, вот и все. И я думаю, господи, если те, с кем я столько общаюсь, они вот эту, во-первых, они сами не могут, они еще не выросли, они не способны вот это вот отделить, что Навального кто-то там, что он делает, а вы получаете, чьи деньги, а все какие-то там пособия, да половина денег кровавые, половина деньги коррумпированные, а когда вам кто-то помогает, точно так же, вы знаете, кто вам помогает, даже лично, если вы с ним, вы не знаете, он дома жену колошматит, с вами такой божий одуванчик переписывается, христианин, или подворовывает где-нибудь, откуда ты знаешь, что такое деньги Америки, что если слово Америка все это зло, значит деньги Америки это деньги зла, кто сказал-то, кто сказал, это потому что вам, патриоты, вот эти вот болеводские, да, и все эти пропагандисты в России, такие же есть везде, в Америке, и вот травят, травят народ, я думаю, блин, неужели вы не можете так, это такие вещи, столько лет, и я вот, я, я вот здесь уж отвечаю, чтобы в публичном, может они посмотрят, кто там, кто-то, кто смотрит меня, я, конечно, думаю, об определенных людях, которые мне такое сбрасывают, я думаю, какой караул вообще, какой караул, христианин должен, вот я опять же, Навальный, конечно, это не исповедует, это я вам исповедую, открыть все границы, сначала вот здесь, в уме, пусть едут, я с кем близко общаюсь, я нас слышу, вот там китайцы, там весь Урал захватили, да пусть захватывают, да он нам нужен, этот Урал, да пусть живут, он что, не человек, он не Божье творение, вы ж не поняли, что Бог есть один, и это наши братья и сестры, ты своему брату такое скажешь? Нет. Там, может, олигарх китайский захватывает, но те, кто потом работяги приезжают, да они такие же, как и вы, особенно, кто особо нищий, так шумят меня вообще, да вы такие же, как они, мы такие же, у нас тоже свои олигархи, нас порабощающие, ну что, наша земля, наш лес, да чей он твой-то, тебе нужна-то одна сосна, а там не нужна, а Бог не дал тебе, чтобы ты этим как раз делился, проявляя любовь, был бы у меня апельсин, как в том Яралаше, я бы с тобой поделился, это, я вот это вообще, это для меня что-то такое чуждое, я когда от своих слышу, у меня крышняк срывает, я думаю, неужели эти глупости, для познавшего истину, надо еще объяснять, я думаю, если это надо объяснять, это что-то вообще, слушают кого, посмотрите, чьи посты, чья это фраза, я могу для русских, для русских по фамилиям называть, только ты замучаешь называть, да, начиная от Путина, он же у нас великий патриот, и пошло-поехало, вся дума, все пропагандисты, я даже фамилии называть не хочу, это же они все это несут, вы что с ними, тогда еще мне говорят, ой, ты потом начнешь отнекиваться, общаться не хочешь, да не хочу я, конечно, я не патриот, я эту блевотину на дух не передошу, я всех люблю, американцы, китайцы, да пусть едут все, простые, особенно люди, которые могут купить себе эту землю, 10, 20, 30, 50 соток, пожалуйста, большая семья, дом себе построй, жить вместе рядом со мной, американцы, китайцы, да я всем буду рад, сколько веселья, сколько счастья, сколько добра может быть, от такого общения, что это за чушь, и вот это постит, у самих это в голове, это у христиан в голове, я думаю, это вообще, это, все, проехали эту тему, я даже трогать не хочу, дальше, как вы видите, сам нацист сбрасывает мне некое, она может посмотрит, он или она, я даже не знаю, я так подразумеваю, она, я вот как должен общаться с людьми, я сто раз про эти аватарки говорил, и тоже, вот добавляя людей, все равно, знаете, по какой-то, то жалости, то настроению, вот аватарка у нее, или она, она может меня услышит, я не знаю, насколько она хорошая или плохая человек, аватарка у нее Явлинского, из яблока, она за яблоко топит, или он, я даже до сих пор не пойму, женщина или мужчина, но ты не Явлинский, зачем ставить чужую аватарку на свое это, у меня уже вот это вот все всегда вызывает протест какой-то, кстати, опять плюсик в копилочку Навального, о нем все известно, семья, дети, дети, посмотрите на Путина, вот он и Путин даже сравните, все, тайная покрытая мраком, как живет, сколько, чего там у него, посмотрите на ихнюю семью, причем видно, что они настолько искренни, счастливы, любят друг друга, посмотрите на путинскую жизнь, куча любовниц, каких-то там незаконных детей, уже все тайно покрыто мраком, собственных дочерей называют эти женщины, о которых вы говорите, вообще кошмар, посмотрите на любую другую страну, посмотрите на Америку, посмотрите на Англию, на европейские страны, там скрывают своих детей, там все знают о этих семьях, чем они занимаются, они не скрывают, что они в этих бизнесах, там уж туда попали, где на каких должностях, в госслужбе служат, посмотрите на нашего, вот эта скрытость и явность, уже вы не можете добра отлечить, лево от правого, скидывает мне какие-то посты, якобы в яблоках, лет 20 назад, когда еще Алексей был в яблоках, он якобы, и воспоминания какой-то 86-летней бабушки, что якобы Алексей, так скажем, в разговоре или в споре, армянке или грузинке, девушке, в яблоке тоже стоящей, я так понял, сказал ей, типа у них был какой-то конфликт, спор по-политическому, он ей сказал, твое место там типа на кухне, черножопое, и еще что же она мне сбросила, по-моему все, нет, или еще что-то, я уже забыл, что-то вот этот момент, и, 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 и что-то еще, а, и какой-то там еще у них был тоже грузин, или что-то тоже был в яблоках, и что-то он тоже о нем как-то, слушайте, она мне, сама она под аватаркой Явлинского, из яблока там, она все это постит, пишет мне вот это, это обычные тексты, знаешь, те черные буквы на бумагах, на экране сейчас, воспоминания какой-то 86-летней бабушки из яблока тоже, которая там когда-то была, вот такие воспоминания о Навальном, 20-летней давности, слушайте, мне 38, покаялся 11 лет назад, до 27 лет, особенно с 20-ти, я такое мог сказануть, я никогда не был нацистом, я с детства это не принимал тоже, но я мог сказать, чурка, да, черножопый, да, сейчас я в этом каюсь, сейчас, если такого не позволю, и то, когда я такое говорил, лично конкретному человеку, или конкретно, говорю, а там эти черножопые на рынке, это о конкретных людях было, которым была какая-то ненависть за что-то, что они, да, какое-то зло делали, они тоже и хамы бывают, там, и быдлы, и действительно были бандиты, я сейчас общим говорю, да, вот, и я мог, я до покаяния, я сто раз говорил, я был, конечно же, грешником, я мог обидеть человека, а что такое обиды, я говорил, то, чего нету, я мог нормального человека назвать, ты пидор, да, но он же не гей, а я его называю, и даже не геем, я специально то и то слово потребил, чтобы вы просто все это слышали и поняли, но мне сейчас нет греха, потому что я не употребляю этого, я не обижаю людей, я не называю их оскорблениями, когда я говорю убийцы трупожоры, про невеганов, я говорю правду, они убивают животное, пожирают его труп, это не обзывание, это правда, это описание их действия русскими словами, но на другом языке точно так же, его учит в аналогии с языком, я не оскорбляю человека, я не говорю, что он жирный, если он не жирный, но, если он жирный трупожор, я могу сказать, что твое ожирение от твоей похоти чрева, и это не обидно, это правда так, от похоти чрева и гортана бесия, это от этого, редко у кого там от инсульта, и то это я лично, я когда за эти темы, я публично, потому что это может коснуться каждого, а действительно есть уникаль, есть веганы, вот такие, да, хотя опять же, веган вегану рознь, я-то еще христианин, поэтому я понимаю, что нужно не только в качестве пищи воздерживаться, но и в количестве, веган может не каждый об этом соображать, или видимо исповедовать, я так понимаю, и там может быть просто, в качестве-то выбора сделали, а в количестве решили себя не ограничивать, я тоже не знаю, да, это более узкие случаи, вот, ну и то, это уже не со зла идет после покаяния, это я пытаюсь человек тоже, там может быть в частной беседе, когда я говорю, слушай, а вот ты на себя посмотри, ты такой, почему, вот, то есть я не говорю, я то и опять, и он действительно такой, я пытаюсь просто понять, я говорю, я ему хочу намекнуть, может быть ты поэтому такой, а ты попробуй, вот действительно, на правильное питание, на пищу богов впереди, может у тебя и с этим-то полегче станет, тогда поймешь, что так-то, потому что, конечно же, любой тебе врач скажет, особенно узнает, как ты живешь, я просто знаю, как живут уже люди с ожирением, в основном они жрут без меры, это так, мне они сами признавались, да, это тяжело в своих грехах, признаваться нам не хочется, вот, и по поводу вот нацизма, вот она мне это прислала, и типа просвещайтесь, типа вы не за того топите, ну вот меня опять никак не тронул, я ей не дал ответ давать, вот может она захочет, если это посмотрит ролик, вот ответ, мало ли что я сказал, когда-то там, разве Навальный, хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь, сбросьте мне эти ролики, чтобы Навальный проповедовал и топил за нацизм, по-моему, она же сбросила еще, там был кусочек, сейчас прям походу вспоминаю, типа когда его спросили, там что-то на Донбассе войну прекратить, он сказал, типа да, было бы неплохо превратить, потому что все деньги, с Россией туда идут, а это наши деньги, тут вообще чего нацистского, типа что он холодность проявил, как вопрос был задан, знаете, очень часто мы все это не манипулируем, вырываем из контекста, вот, ты не видел ни человека, мало того, что вообще буквы на бумажке, я им доверять, имею право, ровно так же, как не доверять, я когда слушаю ролики Алексея, смотрю за его деятельность, столько лет следил, я никогда не видел, он мог брякнуть, есть ролик, он что-то там за Пушкина, типа, да кто там в Узбекистане, Пушкина знают, типа они там все обезьяны, но он такого не сказал, он сказал, как по-другому, ему, это по-моему, с Дудем был даже, этот интервью, он там дуть его в этом обличил, сказал, ну вот как что-то, Алексей говорит, ну что он говорит, в порыве гнева, меня тоже достают, я говорит, тогда был на взводе, я говорит, сказал глупость, говорит, в Узбекистане, конечно, такие же люди, все нормальные, знают Пушкин, понятно, там вырвали еще, даже кусочек специально, показали вырваны, я понимаю, что это был целый эфир, в эфире человек, вы посмотрите на мои дебаты, какие-то беседы, это тоже, это тяжело себя сдержать, Алексей так не думает, вот ему задают, и он не думает, так, он говорит, ну выскочил, и говорит, я вот так выскочил, там просто шел, определенный контекст, говорили о странах, что-то там взаимодействие, потому что я потом смотрел более расширенный кусок, то есть, ну бывает такое, и то я говорю, он же не святой, я никогда не говорил, но он и не грешник, как я опять буду этот тезис повторять, который я к нему дал, он никогда не топил прямо за какой-то национализм, там русский, он даже в отличие, вот я говорю, от современных всех вот этих, которых мне тошнит, патриотов, я не слышу от него все время вот это, он говорит, что и он Россией занимается, и все это, с нее надо начать, чем на весь мир светить, он говорит, начнем с себя, только поэтому, он говорит, меня другой мир, так скажем, интересует, вот страна, в которой я живу, которую я знаю, как и я очень часто говорю, я знаю русский, я не могу проповедовать на другой аудитории, других языков не знаю, я не понимаю, я не смогу все равно потом общаться с аудиторией, это нужно какой-то переводчик постоянно, ну появится такой человек, может на хорошей своей деятельности, и Алексей занялся, говорит, я Россией занимаюсь, я поэтому основном, весь моя мысль и деятельность сконцентрирована на ней, чтобы здесь порядок навести, где я могу, я не всесильный, вот так это звучит, и вот мне скидывают, я же анализирую, и опять мне скинули, во-первых, ошибка тезисов, что я топлю за Навального, я не топлю за Навального, я сейчас выступаю, за свободу, Навального и свою, сейчас мы до этого дойдем, да, потому что в его, опять, в его лице просто творится беззаконие во всех сферах действия, мысли, слова, дела, всего российского общества, вот, вот вам раз, это я разобрал, надеюсь, и еще я хотел опять с собой сравнить, слушайте, я вот говорю, я, сейчас у меня на канале Христолюб, ой, треснула, Библия и Иные Писания, я Коран уже в 12-й Сури записал, про него планирую дальше продолжать, я там твердо высказываюсь, твердо, я говорю, что религия, в которой проповедуют убийства, узаконенное убийство животных людей, это религия дьявола, самое мое простое определение, я там всю эту мысль тяну от начала до конца и показываю все эти места, все, вы знаете, я проповедую, действительно топлю за свободу во Христе, против всех этих культов, католиков, протестантов, православных, я топлю и проповедую веганство, любовь к животным, отказ от их убийства и насилия, наоборот, проявление в любви, в заботе, там, попечении, непричинение зла и сколько можно делание добра. По вашей логике, особенно с каким я это тоже делаю, лицом, какими словами правды выражаюсь, да, кому-то кажется жесткими, а они просто правдиво твердые, потому что я говорю правду, Алексей в своих роликах, кто знает, у него тезис, подписывайтесь на канал, здесь говорят правду. Он за это и страдает, в общем-то, на данный момент. Пока его никто в неправде уличить не смог. И я вот это все проповедую по логике тех, кто мне вот так пишет или Алексея, как бы мне пытаются довод довести. Я говорю, слушайте, по логике, тогда то, что я всех не веганов называю убийцами, трупожорами, по вашей логике, дай мне тоже власть сейчас в закон ввести, я тоже устрою такой холокост за животных. То есть, я призываю, по вашей логике, в ответ я призываю, то, что он одну женщину, одну там своей группе назвал черножоку, чтобы она на кухне своими делами занималась, да, вот, и то это было давно-давно. Вот его, его Дудь, по-моему, это в интервью с Дудем было, когда он ему про этот Узбекистан, по-моему, или в каком-то другом месте я смотрел какое-то интервью. Да его сейчас спроси, если это правда была. Его сейчас спроси, делал ли он, он в этом раскаивается, если это правда была. Я без сомнений уверен, что он скажет, да, ну, тогда был молодой, горячий, естественно, оскорбил ее, неправда. То есть, не скидывай только в одну сторону, а вы в другую смотрели. Вот. А по его деятельности жизни понятно, что он национализм и даже патриотизм, конечно, он будет топить за Россию, понимает, понятно, именно поэтому меня он как президента в идеале тоже не устраивает. У меня один есть царь, которого я жду в тысячелетнее царство, это Иисус Христос. И получается, ко мне тоже можно применить, что дай мне сейчас власть. А, мне еще там, она, помню, написала, что ты, как бы ты Гитлера чуть ли не приводишь к власти. То есть, я выступаю на этих митингах, делясь этим роликом, якобы, хотя я не топлю за Навального, буду тысячу раз говорить, я топлю за его свободу, потому что ничего достойного заключения, лишения жизни, здоровья или жизни он не сделал. Это раз. Что он сделает в будущем, я не знаю. Тогда задушите Гитлера трехлетним, милым ребенком-ангелочком. Никто не знал, что из этого ребенка вырастет. Никто не виновен в том, что Гитлера в три годика за щечки щипали, улыбались и гладили по горовке и вообще выкормили и выпуяли. И дали образование. Эти люди не виновны в грехах этого человека. Каждый отвечает сам за свой свободный выбор добра или зла. Невиновен даже никто. Он как бы свой грех несет, что кого-то соблазняет на грех, но каждый соблазняешь на грех, все равно в ответе сам, что он соблазнился. Даже если его соблазнили. Тот отвечает за то, что он соблазняет, то есть он творит зло, он людей тащит во тьму. Так мне тогда можно применить, что дай мне власть. И плюс даже не мне, а кому-то другому. Но я-то это проповедую, что все трупожоры, негодяи, убийцы, животных. Но если вы мне дадите власть или кто-то, став веганом и вот таким же, как я, таким активистом, у него появится власть. Не суть важна. Он устроит что? Всех загонит на скотобойне, оттуда выпустит всех животных, загонит всех убийц-трупожоров и всех точно так же штырями в голову застрелять. Разве можно сказать, что так христолюк проповедует? Можно. Христолюк такое проповедует? Нет. Я вам своими наставами говорю, я такое не проповедую. Никогда не проповедовал. Я проповедовал когда-нибудь гнев к своим родственникам, друзьям за то, что они убийцы-трупожоры? Нет. Но я всегда проповедовал, что когда вас спрашивают, когда вас утягивают обратно, когда вас пытаются соблазнять на то, что веганство – это все от дьявола, стойте твердо, как это делал Иисус и как и проповедовал. Именно об этом Иисус говорил о том мече, который он пришел принести, но не мир, где будут разделяться даже в семьях. Потому что кто-то, познав истину, будет в ней стоять. И это будет отдалять людей друг от друга. Это не будет мир. Один одной жизнью живет, другой другой. Это будет даже ненависть и агрессия, возможно. Но только здесь я имею в виду со стороны не того, кто познал истину, естественно. Просто ему будет выдавать за агрессию и ненависть, то, что он стоит в своем. Иногда даже он вот так посмотрит, скажет, отойди от меня. Ты считаешь, как Иисус сказал Петру? Отойди от меня. Что-то ко мне все, дверь закрыл. Дверь просто тоже не понимаешь. Им говоришь уже, все, хватит, предел. Давай разойдемся по стороне. Нет, в комнате будет, как там, говорю, кто-то там, или неважно, где угодно такое бывает. Вот так вот. А по поводу религиозников? Ну, тогда христолюбцу можно приписать, что завтра дадут ему власть, и он всех православных католик-протестантов новую, начав новую святую инквизицию, призовет всех сжигать на костре, да, и отрубить бошки. А всем мусульманам, да, отрубить бошки, чем они там занимались, да, во имя своего Аллаха. Христолюб это проповедует? Нет. Ну, я говорю, что они творят зло, да, да. Это же вот важно понять тоже. В одном месте мне сбросили тоже в чате сестрица сбрасывает, что типа какой-то вообще вот статьи не автора, не имени, какая-то картиночка, это может быть чужая вообще, никуда невозможно перейти ни на соцсеть этого человека, какой-то непонятный вообще ни имени, ни фамилии, какая-то как вся непонятная ник там, что-то вообще непонятное, причем даже, это даже не какая-то аббревиатура может быть англоязычными буквами имени. И вот статья, что типа я вот тоже читаю, думаю, неужели вот сестра это читает, не может сама понять. Что пишет автор? Где-то когда-то в каком-то кафе, я вам практически дословно, на самом деле не смеясь передаю, может там слов поменьше, я так для контраста, где-то когда-то в каком-то кафе, ну когда-то он пишет в 2009 что ли году, нет, или я уже сейчас, я могу забыть, я уже не помню, типа тоже в какие-то были дебаты в каком-то кафе или в каком-то этом, и якобы Навальный в кого-то выпустил обойму резиновых пулей, что-то из травматического пистолета что ли, об этом написали все какие-то газеты, типа было шумно, но потом дело замяло, я думаю, слушай, я даже тогда, ну я спросил, нужны ли вам на это комментарии, на все, я там правда уже после этого было еще другой череды событий, я уже сам, я уже вижу, вам ничего отвечать бесполезно, а сам читаю и думаю, я попытался увидеть, кто этот автор, кто это такой, о чем он пишет, и как написана опять статья, это уже просто слова, он говорит, что в каком-то, он вообще пишет, как будто чуть ли не от лица, что он свидетелем чуть ли этого не был, что он там какой-то великий политолог, да, и писатель, вот он это все пишет, тоже против Навального, где, какое кафе, 2009 год, 10 лет назад уже цифровой мир, уже все есть, любую новость, сейчас можно найти архивы газет каких-нибудь 70-х, 60-х годов, там фотографии будут, скрины, 9 год, какое кафе, он так пишет, как будто он там сам практически был, что за кафе, что за дебаты, где хоть одна новостная строчка, хоть какая-то, где в какой-то газете, где это написали тогда, 9 год, уже YouTube в России, ну там, ладно, первый ролик, не будем лукавить, но уже тогда выкладывали, тогда просто кто знает, проблема была видео, это все на собственных архивах хранилось, но в YouTube полно было, ой, в интернете видео, тогда все просто сложнее было, не было облачных сервисов, еще развитых, но интернет развился с 2000-х годов, ну с 5-го пусть, 9-й год, это уже настолько доступность информации, статья, вот просто свои слова, их никак доказать невозможно, и он, вернее, не пытается их доказывать, вернее, невозможно, он не пытается их доказывать, где-то в каком-то кафе, Навальный, в кого-то, об этом все написали, кто-то все, о том, что он вот так, кто, где написал, ну знаете, ну про меня тогда можно столько чепухи наговорить, вот думай, вот все, что тебе в голову бредет, вот все, что в голову бредет, вот просто неси, никак не аргументируй, ничего не доказывай, ни одной ссылки, никакой, какое судебное дело, завели, говоришь, прикрыли, какое, у любого, все хранится в архивах, если ты так клевещешь на человека, дай какие-нибудь источники, ничего нету, она мне говорит, вот столько всего в интернете, как разобраться, я думаю, слушайте, вот живой человек, есть видео, ролики, в принципе, о нем все известно, и какая-то безликая статья, просто буквы на экране, пытаешься ковырнуть, ничего, никто автор, никакие источники, ничего нет, ни кем-то другим вообще в интернете пытаешься забить, что Навальный кого-то из травмата расстрелял, ничего не вылазит, ну как вот, ну неужели самому так тяжело вот это вникать, я понимаю, что, наверное, уже априори когда-то у тебя понял, что Навальный нехороший, или я не хочу разбираться, и все, ну хотя бы так и скажи, зачем вы мне начинаете вот этот мозг выносить, или меня еще, пытаются реально тоже как бы прессовать, как это, может, да мы тебя не прессуем, прессуем, да это прессинг, чисто я не говорю, что вы прям сознательно прессуете, сам факт происходит, вы по одну сторону, я по другую, происходит давление, мы против друг друга. что тут я еще пометил, чтобы не забыть, да, мы уже с вами заканчиваем, можно сказать, о Навальном, я приводил, я приводил такой аргумент, и сейчас еще раз приведу, если за Навальным так много грехов, Навальный 10 лет делает свои разоблачения, вот эти, уж слова забываю, как они занимаются, как они занимаются эти ролики эти, ну, вы поняли, да, вот, он все это делает, будучи, можно сказать, обычным человеком, да, возможно, там сейчас подключается, и тем более, с развитием, все больше и больше, связи, как говорят, информаторы, кого-то, может, действительно, кому-то приходится платить, чтобы человек сказал правду, вот так он не хочет, он хочет на этом что-то поиметь, ну, а что, плохой тот, кто хочет за это что-то поиметь, потому что он правду продает, Навальный получает даже хорошее, что он правду покупает, готов жертвовать, или там, не спонсор, который жертвует ради этого, он просто передает правду, а люди, видите, как без денег не хотят, без выгоды говорить правду, кто-то боится, кому-то что-то пообещать надо, кого-то, может, укрыть надо, вот так все это происходит в нашем грешном мире, какие тут претензии опять к Навальному, и вот он столько лет этим занимается, этими расследованиями, вот слово, что-то забыл опять, вспомнил наконец, я, знаете, я вот, я вот, когда мне стали про Навального, вот такие вот какие-то, ну, они, может, не фейковые, но они настолько на воде пилы, с описанными какие-то, как бы, в противовес ему, чтобы что-то грязное, я к нему абсолютно адекватный, я его знать не знаю, ну, смотрю, он такой человек, я к нему абсолютно объективно отношусь, мне нет никакой предвзятости к нему, мне от него ничего не надо, ему от меня, я не политически не ангажирован, ничего, у меня, у меня есть правда только, человек сейчас сидит в тюрьме, которого пытались убить, который чуть не потерял здоровье, после попытки убийства, вот что я вижу, и это не значит, что я не вижу все остальное, хорошо, мне скидывают, я же, видите, я же все это все-таки прочитал, посмотрел, я сам задумываюсь, и всем говорю, слушайте, 10 лет он уже, вот этим занимается, помою, и ихний же помой, самый настоящий, он не сам придуман, помой, который на них выливает, действительно, этим расследованием, скрывает их говно, потому что они все такие, великие, бедные патриоты, там, да, наверху оказываются, и такие, целомудренные, оказывается все наоборот, да, по факту, ну, что, у Путина, у Медведева, у олигархов, у всей этой шоблы, моблы, там, у всех этих депутатов, Совете Федерации, у всех этих, кто там при Путине, все эти тусовки, ну, у них все козыри на руках, ФСБ, ГРБ, ГРУ, МРБ, МРО, РОВД, РОВД, у вас все есть, власть, архивы, все открыто, где скелеты в шкафу Навального, где его грязные трусы, покажите, что с ним не так, где информация реальная, вот не вот эти вот ходят фейки, или полуфейки, где реально, вот смотрите, у власти, я вот, вот я вот, посмотрите на меня, я вот, как я мыслю, у них все возможности, им Навального опустить, и показать народу, какой он есть, на самом деле, ничего не стоит, иностранный ген, грязные деньги, покажите, насколько они грязные, чьи они конкретно, хорошо, они оттуда, но, я говорю, националисты, ладно, им достаточно, российским, русским националистам, им достаточно, а все, с Америки, все зло оттуда, из Запада, да, правда, какая-то зло в инвестиции, идет в русские, для многих, ничего страшного, да, пусть, помощь там присылают, да, это ничего, я сейчас об адекватных людях говорю, которые вот, у которых есть просто истина и не истина, добро и зло, вот, покажите, где конкретно, какие у него огромные зарплаты, где его недвижимость, которую он вашу все разоблачает, где он как тусуется, что вы за нем накопали, где у него любовницы, да, где вот это все, ничего нет, вы что, со всей своей супервластью, уже столько лет следите за ними, можете до каждого прошлого, где вот эти вот, уж, уж действительно, уж у ФСБ, у всего этого МВД, есть доступ ко всем, если на нее заводилось уголовное дело, якобы он в этом кафе каком-то политическом, там, с дебатами, где устраивали эти выступления, или что это за площадка там была, он в кого-то там несогласного, в какого-то выстрелил обойму, выпустил из резиновых пуль, причем опять это было, может быть, по молодости, и он в этом раскаивается давно, где это дело, неужели власти так тяжело все это поднять, чтобы его вот именно даже этим прошлым всем очернять, как это делается на всех выборах, ничего нету, почему я должен верить, вот мне, я вот вижу живого человека, у меня есть глаза, уши, я смотрю на него, слушаю его, и какие-то, я должен воспринимать, неизвестно от кого, под закрытыми аватарками, мне сбрасывают какие-то тексты, черные буквы на белом экране, чему я должен верить, живому человеку, вот я в глаза которого смотрю, вижу жену, детей, который не скрывает свою личную жизнь, там, как живет, спорт, все это, у него есть и лайв канал, ну, хоть там немножко другой, но он все выкладывает в социальных сетях, я вижу живого человека, может он, может он притворяться, может он супер актер, я верю своим глазам, а как я буду добро от зла отличать, возвращаемся к этой картинке, я от Навального, на сегодня, ладно, час 45, у нас еще впереди третий блок, и возвращаемся к этой любви ближнему, я попытался своим людям, я казалось бы, столько долго общаюсь и объяснить, я им даже попытался картинку нарисовать в умах, вот сейчас она у вас на экране, это притча Иисуса о ближнем, и вот идет этот самарянин, я говорю, и я стал, знаете, так их не вопрос, или какие-то в интернете уже мне попадались, я не знаю Навального, то есть я не знаю этого, тебя я знаю, мне говорили, Навального не знаю, что я буду за него там, за свободу, за его выступать, и вот он идет, этот самарянин, так я его не знаю, а вдруг он иудейский засланный казачок, я же самарянин, зачем он мне, а вдруг у него, вдруг он там деньги получает от иудеев, может он даже самарянин, я вижу, но может он деньги от иудеев получает, и может быть он в Самаре какое-то зло творит, пытается разрушить Самарию, да, а вдруг, я даже такие примеры уже там стал переводить, а вдруг я сейчас начну, ему помогать, измажусь во всей этой крови, сейчас полиция пойдет, и он умрет у меня на руках, меня вообще обвинят в его убийстве, слушайте, вообще очень сильный, да, такой, такой аргумент, не помочь человеку при смерти, одна из стран, мне там, я женщина, пусть это политикой, пусть мужики занимаются, это вот надо было в самом начале сказать, да, кто-либо, где вне политики, политикой, ну, и сейчас нормально, пусть мужики политикой занимаются, не женское это дело, слушайте, вот Евангелие нас дошло, а вы не исключайте, что Иисус мог вообще сказать, шла женщина, мог сказать, то, что нам сейчас все донесло, перевели, и вот так и же с ними можно столько вопросов, я говорю, слушайте, вот Иисус рассказал притчу, он этого не говорил, он говорил, увидел самаре ненуждающегося, и это же притча, при смерти человека, я говорю, вы сидели когда-нибудь в СИЗО, я вот нет, смотрите, я способен понять, что вот я сижу сейчас дома, тепло, хорошо, чай, кофе, потанцуем, все есть, музыка, фильмец посмотреть можно, ну сейчас зима, так, огород, речка, пляж, солнце, а человек сидит в СИЗО, незаконно сидит, я узнал, он ничего достойного не сделал, я не знаю, что в тайных помышлениях сердца этого человека, как и не знает вот этот самарянин об этом нуждающимся, я не знаю уж тем более, что там в тайных помышлениях сердца того, кто, да, можно сказать, содержит его, чтобы он занимался, это деятельность, как и кто-то помогает христолюбцу, и христолюбц занимается тем, что он занимается, и вы не можете влезть в мою голову, и все равно до конца знать, я правда такой, кто-то мне говорит, что я притворщик, что я врум, что я такой на камеру, чего только обо мне не говорят, что сжечь мне надо на костре, мусульмане скоро будут кричать, вы видите, после того, как Коран я до конца запишу, и уже публикую, весь он выйд, мне будут искать, отрезать голову, с тем, что я за Навального, и все это тоже в интернет распространяю, возможно, меня тоже посадят, закроют, сгниют, а может и убьют, все зависит от аудитории, я просто пока маленький, кому нужны маленькие люди, хотя им до маленьких добираются, да, я вот сижу и думаю, когда постучат-то, оттуда же спустят всех, кто увидит, всех в сети отследят, с хэштегом «Свобода Навального», не сомневаюсь, что участковый может и до меня дойти, может участковый, может кто повыше, кто знает, какая у них там политика партии, так сколько таких вопросов может в голове возникнуть, я живой, я два примера привел, первый это типа, он думал-думал и умер, нуждающийся, ну и второй пример, он подумал-подумал и дальше пошел, но второй даже не так не говорил, потому что именно этими делами и занимались вон те двое, которых вы видите, уходящих со спины, именно они занимались разными вопросами, они задавали себе, отвечали, что ну вот, что я вот левитный, нельзя там в крови измазаться, да, у меня там свои там, другому делу нет, еще какие-то вопросы, там по притче Иисуса говорит, что у каждого были какие-то доводы, ну вот доводы, вопросы, суть одна и та же, меня не услышали, да, меня не услышали, я не знаю здесь сегодня, наверное, я не знаю, насколько меня хватит, если честно, говорить, ну давайте уж здесь говорить, куда уж, я приводил аналогию со Христом, меня, только ленивый не тыкнул за этим, хотя Иисус сказал, ближнему сотворил, мне сотворил, поступать в этой мире так, как я поступал, я вам дал пример, сотворите и научите, мы очень любим тыкать на евангельского Иисуса, вот какой он был хороший, как он поступал, а как дело касается до нас, до реальной жизни, что-то нам как-то, все это становится очень далекое, да, мы очень любим там о Христе плакать, о том, как его там судили, а когда в реальной жизни что-то рядом с нами происходит, мы почему-то не можем левой руки сразу от правой отличить, и вот я, кто видел, я в соцсетях еще сбросил отрывок из фильма «12» Михалкова, тоже, не знаю, кто-нибудь через это что-нибудь понял, там долго все рассказывать не буду, но там актер произнес такую очень хорошую фразу, очень мудрую, и как бы рассказывая свою жизнь, как с ним произошло, что один человек кое-что сказал, это изменило его жизнь, заступился, так скажем, за него, он сказал, да, я должен был помереть, но я не умер, потому что один, один человек оказался ко мне более внимательным, чем все остальные, я там сделал нарезку, потом наоборот, как раз вот эту, показал слайд, вот с этим ближним, но после этого, отрезка из 12, а потом я наоборот, я стал показывать, я стал, смонтировал из картинок, изображая события, евангельское событие от ареста, да, распять Иисуса Христа, я переименовал эту фразу, я не знаю, все ли обратили внимание, там я написал совершенно по-другому, там я написал, что я умер, если там я не умер, и так и говорил актер, я именно к ближнему, и он действительно не умер, то есть по притче Иисуса, он был спасен, то здесь Иисус был убит, и я поменял там текст, я наоборот написал, я умер, потому что ни один, ни один человек не оказался ко мне более внимательным, чем все остальные. Я когда читал Евангелие, я всегда рыдаю на этих местах, я когда записывал свое чтение с комментариями, я их с трудом записываю, я ожесточаю свое сердце, я начинаю о чем-то думать, потому что когда я читаю, доходит до событий, все Евангелие я читаю более-менее спокойно, хотя некоторые места меня тоже трогают, на именно зачувствую, на сентиментальные вещи, на какие-то. Я всегда рыдаю, когда я вижу несправедливость, зло, слезы где-то в фильмах, читаю об этом. И вот когда я читаю, начиная с момента ареста Иисуса, конечно, я всегда удивлялся, вот сколько Иисус сделал добра. Воскрешал мертвых, исцелял больных, изгонял бесов, кормил, поил, освобождал людей с проповедью истины от всех вот этих вот рабских вещей, ибо он и пришел для того, чтобы освободить пленных, пленом ракобесия. Сколько он добра делал? Да, о нем, как и известном человеке, говорили разное. Кто-то специально, кто-то не понимая. В Евангелии есть такие слова, когда он приходит в Иерусалим, все думают, что придет, не придет Иисус. И одни говорили, что он добр, а другие, что обольщает народ. То есть разные были толки. То есть оказывается, это нам сейчас, кто, особенно христианин, особенно тот, кто признает, что Иисус был Бог, явившийся во плоти. Да, очень легко на него так смотреть. А люди смотрели, он был как обычный человек. Мне говорят, что ты сравниваешь Навального с Иисусом? И Иисус, и Навальный, плюс это известные люди. Ты знаешь, сколько творится беззаконий, вот кругом тут сажают. Я говорю, да. И вы знаете, это еще больше нас обличает. Если с известными людьми, это говорят и оппозиционеры, и после этих событий всегда, да и любой нормальный человек это понимает, что если как раз с известным человеком это делают, и ничего мы не делаем, и ничего, а если делаем порой ничего, невозможно действительно систему сломать, чего говорить о нас? Мы именно поэтому все подхватываем, обычно цепляясь за такие известные случаи, потому что здесь есть шанс, хоть маленький шанс, потому что у нас будет много, человек известный, нам больше легче объединиться, мы хоть что-то можем поменять. Что вы поменять? Я всем говорил, завтра христолюбцы тоже решат, да, что вы сделаете? Закрыть или убить? Ничего. Кто меня знает? 20 человек. Кто меня ненавидит? Еще в три раза больше. За всю мою деятельность. Да, еще аргументы были. Он не веган, не христианин. Ну, или вот я, ну, я вначале сказал, не святой, не грешник. Я говорю, слушайте, да, он не веган, не христианин, вот именно. Это кто ему должен явить-то любовь? Кто? Да, христолюб не, не труп-ажор и не религиозник. Я вот могу себя поставить на место Навального. Я ставлю, понимаю, со мной что-то начнет происходить, вы начнете якобы тоже заступаться, что-то делиться, проповедовать, подпись собирать, а вам религиозник будет отвечать, а, это этот еретик, это вот этот, свободный во Христе, он не наш, он не православный, пусть горит в аду. Труп-ажоры что начнут? Ой, он нам столько зла сделал, я жрать теперь спокойно не могу. Да пусть он сдохнет там. А, этот Навальниц против Путина, да пусть гниют, в тюрьме. И поделом его задушили там. Вот что будет. Я вот думаю, неужели так тяжело принять в сердце этот закон благобытия? Поступай с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Помести себя в чужую жизнь и пойми, что бы ты хотел. И я тогда ответил, вот в чате, я говорю, я хотел бы, чтобы вы со мной поступили вот так, как я сейчас поступаю с Навальным. Что несмотря на все мои обличения труп-ажоров и что я веган, несмотря на все мои обличения религиозников, в отличие от того, что сам я свободный во Христе, несмотря на то, что я выступаю за свободу политическую, что люди могут говорить, что думают, чтобы у нас была свобода выбора, пусть хоть из грешника, из среднего грешника. Я хотел бы, чтобы когда меня начали ничего достойного я этим, когда проповедую боль, так, конечно, понятно, в своих глазах и божьих я знаю, что я делаю добро, несмотря на то, что в глазах даже этих людей я якобы какое-то зло делаю, но все-таки я же сам никого не убивал, я не вредил здоровью, не лишал жизни и свободы. Значит, я сам не сделал ничего достойного лишения жизни, здоровья, лишения свободы, здоровья жизни человека. Если со мной такое будет, а такое было с Иисусом, его лишили свободы, здоровья и самой жизни, хотя он сам этого не делал. Навальный ничего не сделал, чтобы он был достойным лишением свободы, здоровья и жизни. Я по этому аналогии провожу. А какие вам еще нужны аналогии? Зачем вам вообще Евангелие? Ну, понятно, верить в Иисуса Христа, Его искупительную жертву и, будучи грешником, взлетать просто со скоростью света в небесное царство. Ну, это, конечно, можно этой ложью тешиться, да, не о своей скорбной кончине я назвал, но от того, что вы верите в то, что вы святы и ими не являетесь, это никуда вас, вас это со скоростью звука снесет просто в ад, потому что сама ваша жизнь говорит о том, кто вы есть. И вот с Иисусом Христом было то же самое. Я удивлялся всегда, что во всем Иерусалиме он уже был настолько известен, я говорю, каждой собаке уже, наверное, было известно, собаке, я реально говорю, даже не о людях, да, ну, так образно говоря, каждая собачка знала уже Иисуса Христа, столько он добра сделал. Где вот этот вот начальник синагоги Иаир, дочь которого Иисус воскресил? Где эта вдова, сына которого он воскресил? Где в сеть написано, он многих исцелял, воскрешал из мертвых? Где эти? Ну, понятно, мы помним случай с 10 прокаженными, которые даже спасибо Иисусу не сказали. Да, один вернулся. Ну, хорошо, где этот один? А сколько он добра в самом Иерусалиме? Кто-то там далеко, кто-то поближе, но он был на празднике убит, там все были, многие издалека приходили. Где все эти люди? Где этот слепорожденный от рождения, исцеленный? Где? Где родители его, которые за собственного сына не стали заступаться? Он сам в совершенных летах пусть сам ответ держит, а то мы боимся быть отлученными от синагоги. Где эти люди? И когда мне говорят, ты сравнишь со Христом, а я, знаете, вот они мне с позиции плохо хотят, а я с позиции, наоборот, хорошо смотрю и думаю, Господи, если за святого человека, а Павел так и написал в одном месте, разве кто умрет за праведника, за грешника, вернее, разве только за благодетеля? У нас, да, и то это только слова апостола Павла, а жизнь показывает, что даже за праведника никто не умрет. Петр Иуда предал, Петр отрёкся, все разбежались. Близкие ученики, дальние. Где все? Где они вышли мирным протестом, руками вот так сцепились друг в друга и взяли Иисуса в кольцо и не давали к нему приблизиться? Где они? Не было их. Ни одного. Ни одного. Мы этого не видим в Евангелии. Мы этого не видим в реальной жизни практически, да? Иисуса можно было отбить мирным митингом? Конечно. Столько добра было сделано. Столько людей его понимали. Где вот эти Никодимы, которые все равно ему сочувствовали? Где они? Страх. Да много чего, что он на человека давит, что он не способен поступать поистине. И когда с Навальным, я говорю, ведь то же самое. То же самое. Я не сравниваю Иисуса с Навальным по природе, по святости жизни, по природе его внутренней, чистоты души, по его поступкам. Но он ничего достойного, как в Евангелии тоже такие слова есть, не сделал этого. Ничего. С Навальным то же самое. То же самое. И здесь, знаете, здесь вся совокупность. Мне говорили, ой, ты так все это начал, так все эти мы не в курсе были. Или, слушайте, ну вот Иисуса за сутки все это судили. Приговорили, убили. А кому нужно время, когда бывает срочное? Слушайте, Навального, его там могли просто пырнуть фенькой. Да и все. Все можно сделать. Его уже отравить пытались, мы видим. А разве это не срочные дела? Мы видим, как срочно динамически создают события, как все это беззаконно творится в наших глазах. А чем это закончится? Иуда, когда предавал Иисуса, кто не в курсе, посмотрите мой ролик «Поцелуй Иуды». Я могу его в комментариях дать, кто не найдет на канале Христолюбиблия и иные писания. Ну, он в рамках был чтения Евангелия, но я его в отдельной так вырезал, выделил, назвал «Поцелуй Иуды». Иуда не был таким плохим человеком. Он бы не побежал тут же, раскаившись, выбрасывать деньги и просить всех этих членов синдриона, так называемых, всех этих первосвященников, просить отпустить его. Потому что он не знал, что к этому все подойдет. Сколько нужно времени? И сколько нужно людям было разбираться в этом? То есть, значит, люди все-таки должны доверять кому-то, кому они доверяют. Я говорю, слушайте, вот я вам сказал, вы меня знаете, говорите. Многие говорят, да, какой хорошей жизнью, правильно живешь. А в чем проблема? Как вы думаете? Я объяснил, сколько мог в сфере этих событий, как развивается. Я говорю, я вижу, я знаю, мы должны сейчас с вами объединиться и помочь человеку. Я знаю, что там вот проблема. Слушайте, вот я иду по дороге, кто-то меня тащит, подбегает. Там человек в аварию попал, срочно, помогите, надо отодвинуть машину. Я, я, не, я сейчас, точно, а где, я сейчас в гугле посмотрю, есть ли там авария. Вот так это выглядело в моих глазах тех, кто меня окружал. Недоверие просто ко мне даже. Это не какой-то опять начинает там, да вот ты чуть ли не тоталитарный лидер. Нет, нет, я просто делаю выводы. Я поступаю другим так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Я смотрю на это со стороны. Я смотрю, применяю к Иисусу, да, так как я верю в пришедшего Бога в уплоти. Я не верю во все, что написано в сектанских евангелиях, да, где все подменили, где-то извратили там что-то. Но я знаю, что Бог приходил на землю и являл абсолютно совершенный путь истины, как войти в небесное царство. И я вот понимаю, вот, ну да, кто-то о нем плохое слышал об Иисусе, кто-то клеветал. Мы же видим, как все это. То есть опять с Навальным очень подходит. Да, вы слышите с другой стороны, с пропаганды об Иисусе, сколько грязи лили о нем. О нем же лгали, клеветали. На суде мы это видим и до этого. Все извращали все его слова. Он говорил, разрушьте храм. Ему предъявляют, что он сказал, я разрушу. Да, то есть прямая ложь идет. Все то же самое. И тут кто-то вам подбегает, может, у вас друг, он ученик Иисуса. Ты не хотел быть учеником Иисуса. Ты три года живешь, там, ну, слышал какой-то там Иисус из Назарея что-то ходит. Да, кто-то говорит, плохое. Нет, дела нет. Ну, хорошо, прибегает твой родственник и говорит, слушай, Иисуса этого взяли. Я его знаю. Помоги. Человека судят. Он ничего достойного смерти не сделал. Лишение свободы. Сначала с Иисусом все то же самое было. Начиналось с невинного ареста. Как бы все то же самое. Да, поэтому Иуда именно поэтому не уходил. Он хотел удостовериться, что и с Иисусом все будет в порядке. От него требовалось только показать и иди со своим тридцатью сребрниками куда хочешь. Хоть в Грецию плыви, там, живи себе вольготно. Нет. Иуда смотрит, что с Иисусом. И когда его, он видит, что его приговорили к смерти иудеи, а так как они по римским законам, потому что они стали частью Римской империи, которых захватила, они не имели права, они могли судить, но кроме дел, которые касаются смертной казни, потому что римское право было выше, а по римскому право судить на смерть могут только римские правители, а судить на смерть человека. Они бы сами Иисуса убили. Но так как они стали частью Римской, ну, недобровольно порабощены были, так скажем, как говорится, иго, да, татарская иго, они стали частью Римской империи, поэтому они, естественно, их незаконы все соблюдали, судить не противоречит законам Рима. А по римскому законодательству никто не умел. Смертные приговоры выносились только римскими уже. Вот, поэтому иудеи вынуждены были, но сами они вынесли приговор. Помните? Разрывает на себе одежку первосвященник, да, когда Иисус говорит, что я сын Божий, да, и он говорит, какой нам еще. Они его судили, конечно, за богохульство, по своему закону, по богохульству он должен умереть, но они не могут его убить, просто нельзя взять и убить человека, потому что они являются римским, получается, стали подвластными Риму, они ведут его к Пилату. Иуда это понял, что Иисуса все, и они доведут это до конца, свой замысел, потому что сами они его осудили и в сердце, и на деле, и он раскаивается, бросает эти там серебреники и просит его отпустить, потому что он ничего худого не сделал, это именно его фразы я постоянно употребляю, ничего достойного смерти не сделал. То есть Иуда не ожидал, что они подло так поступят, они и Иуде не говорили, что хотят его убить, лишь хотели воспользоваться моментом. И причем Иуда верил, что Иисус, как всегда, выйдет из воды сухим, как мы видели, не раз его пытались схватить, и он все равно как-то уходил. Но пришло время, когда Иисус решил явить нам абсолютную, совершенную любовь, уже и так о ней достаточно поговорив, решил, явил это делом. И вот, неужели вот этого тоже всего не видно? Я говорю, я вот вижу это. Я за Навальным, вы видели? И вот я раскрылся, что я три года за ним смотрел. Я не делился роликами, этим расследованием. Я понимаю, что власть поменять... Я даже сейчас не верю, что все равно это дойдет до какого-то логического завершения. Может, там Навального изберут, может, не изберут, может, он освободится. Да, станет вторым Мандела, там его изберут. И мы будем точно так же жить, об этом я позже закончу. Не буду перескакивать. Но сейчас этот человек сидит. И вот именно, если это известный человек, если это с грешником такой делают, праведников всегда ожидает еще худшее. Несмотря на то, что, казалось бы, праведники не нравятся еще большему числу. Если Навальный был бы еще веганом, еще вот таким свободным во Христе, за него вообще никто не пойдет. За него даже столько в России поднимается, только потому, что я вам как раз скажу, что он грешник. Потому что если он будет людям проповедовать, как Иисус, абсолютную святость, за него вообще никто не пойдет. И идут за него в основной своей массе. Это грешники. Но в данный момент, я всем говорю, как христианин, Навальный творит добро и судит его за эту правду. Не важно, что у него есть свои еще грехи личные. Что он убийца, трупажер. Он там к христианству, понятно, отношение имеет. Он тоже самое такой держит нейтралитет, но он себя может оппозиционировать, там христианин непонятно какой. Он спокойно там и патриарха по полной всю эту РПЦ пропускает. То есть у него даже близость к свободе во Христе. Да, ну понятно, он ему эти там проповедь Евангелия, а у него своя проповедь. Но мы на данный момент видим, как одно зло пытается задушить конкретно добро. Потому что то, что делает Навальный, эти расследования, обличение зла, все пророки Ветхого Завета, Нового Завета, ученики, апостолы, все обличали власть. Все они говорили, судьи обличали, что судят неправедно, вы берете мзду, посмотрите на суд над Навальным. Почитайте там вот это. Мне с юридическим словарным запасом не хватает, я не очень в этом подкован, хоть и говорю, что много чего соображает. Вот, как это там, стенограмма называется. Она уже доступна в интернете, официальная, да. Ее уже сэкронизировали, если вам лень читать, вот ее на телеканале Дождь. Три ведущих сыграли так, судью, адвокатов там и Навального. Вот, что там происходило. За что его суд, как его судят? Это же неправедный суд. Это подкупный суд. Это суд заведомо над осужденным. Это не суд. Это приговор в исполнении, приводит, который оттуда спустили. Все. Кто из ветхих пророков особенно не обличал судей в то, что берут мзду и неправедно судят? Вы никогда ветхих заветных пророков не читали? Я христианам обращаюсь. Пожалуйста, всем опять приглашаю на свой канал. Библия, чтение Библии и иных писаний. Вот так вот. Не знаю, что еще добавить. Особенно, знаете, у меня такое дежавю. Я много об этом говорил в личных сообщениях, с кем переписывался. Не знаю, насколько получается донести. Если вы это не видите, я еще заканчиваю словами Иисуса всегда, что Иисус сказал о суде над всеми людьми, что как вы с ближним поступаете, вы делаете это мне. Если вы ждете опять очередной раз, когда будет Христа, судить это уже не будет. Даже второе пришествие, оно закончится потом его по-другому. закончится славой как раз. Уже такого шанса не будет. Разве не понятно, что речь идет, что мы в жизни не только Иисусу должны ноги умывать, хлебушек подавать, а как раз людям. И в их лице, и всем остальным. Разберитесь с Навальным. Это же зло, которое творится на наших глазах. И нельзя человека за то, что он там не веган, позволять его сажать в тюрьму. За то, что он не свободный во Христе. Я, видите, даже к конкретным людям обращаюсь, можно сказать, к конкретным группам. Да. За то, что он в другом месте. Он страдает за правду. Словами которой он заканчивает практически каждый свой ролик. Подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду. Вот за эту правду он и страдает. В частности, за эту. Давайте дальше. Что у нас тут? Бесконечный этот список. Уже я что-то сам подустаю. Уже голос садится, я слышу. Ну и давайте. Так, перед законом все не все равны. Власть первая нарушает закон, но требует ли его соблюдение с остальными? Давайте переходим к третьему блогу. Это прошел уже вот этот, вот эти гуляния, митинг, кто как называет. Какие результаты? Сегодня 25-й, это все было 23-й, я сам был в Воронеже на нем. Во-первых, я скажу, что я еще раз повторюсь, то есть был призыв, мирный призыв, после, вот я не зря здесь написал, видите, плавный переход такой, перед законом не все равны, власть первая нарушает закон, но требует его соблюдения всеми остальными. То есть достаточно посмотреть, как все это с Навальным происходило и понять, что власть почему-то считает, хотя они такие же граждане, это же власть, это же не общие, это я так выражаюсь фразой, а естественно за этим стоят конкретные люди. То есть эти конкретные люди, живя в общем государстве, там под названием Россия страна, государство российское, живут такие же люди, такой же паспорт, он не позолочен, их не в стразах, не в бриллиантах, но не должен быть, по крайней мере, да такой, вот все равны считаются по законам. Эти люди сами первые нарушают закон, но при этом почему-то считают право, что они нарушают закон и по идее люди на них снизу смотрят, они еще не то, что позволяют другим решать, они еще наоборот в ответ, прямо противоположный, требуют, чтобы другие наоборот соблюдали, то есть они сами не соблюдают, более того, они нарушают закон, заметьте, то есть не соблюдают, наоборот нарушают, но требуют, чтобы эти не нарушали, но наоборот соблюдали. Вот какую реакцию хотят вот эти вот люди, которые сами беспределят, вот беспредельная власть, которая считает, что у которых там безграничная власть, деньги, да, слава неизвестно за что, не по делам, конечно, их добрым, вот, почему простой народ, обычные люди, которые все понимают, лево от право, хоть на этом моменте, допустим, могут отличить, как можно обвинить этих людей, вот пропагандисты там обвиняют, что люди, действительно, еще с неумершими, не продавшими свою совесть, честь, да, репутацию, чем занимаются все пропагандисты, топящие за власть, как раз, почему они имеют право, они, почему я знаю, они не имеют никакого права, да, народ еще, тем более, укорять в несоблюдении закона. Я не очень силен, конечно же, все равно в юридических аспектах, по-моему, 31-я какая там статья Конституции, гарантирует каждому человеку на свободу мысли, слова, выражения, это даже в мирных выходах, там, протестах, публикациях, вот до физических, вот этих собраний, собрания, там, образования, можно было, конечно, подготовиться, более дословно, подцитировать, сейчас в интернете всего это навалом, особенно вот во свете всех этих событий, поэтому я тоже все-таки свое время как-то распределяю, готовиться к этим роликам часами я тоже не могу, что считаю нужным, делаю, что нет, вот, ну, есть, найдете все это, если вы будете, тем более, сейчас в эту тему более вникать, если когда-то не вникали, то все узнаете. И вот эта статья гарантирующая нам это, после того, как с Навалином стал твориться весь этот беспредел, это самое подходящее слово, беззаконие и беспредел, или беззаконный беспредел, или беспредельный закон, которому нет конца и края, там, одно нарушение за другим, вот, в отношении него, и люди, которые это смотрят, да, это известный человек, как раз мы на этом известны, могли понять, если мы так не способны к известному человеку проявить вот это все, реакцию свою, то что говорить о неизвестных, люди призывают его, естественно, первые это его сторонники, кто там к нему ближе, это естественно, к той системе, они объявляют вот такой, причем даже называют это, не митингом, ничего, гуляниями, в знак, конечно же, того, и с призывом, одного доброго призыва, мирного, ну, его протест тоже называют, но протест, опять же, против зла, с тем, чтобы освободить Алексея Навального из-под стражи, в которую он находится незаконно, по беспределу власти, мирный протест, были там, да, один из операторов там в квите со зла написал, его тоже арестовали, что, типа, бей ментов, спасай Россию, что-то такое, жесткий такой, твит с призывом насилия, все, не вопрос, его арестовали, ему можно за это предвидеть, он призывает людей к насилию, мы сегодня закончим этими вещами, как видите на экране, в принципе, про насилие мы и закончим, но основная масса нет, это один, я даже один, я других не знаю, случаев, общая, конечно, идея, мысль была выразить свое несогласие с беззаконием власти, с известным человеком, тем более, вот именно это легко информация распространяется, с тем, чтобы выразить свое недовольство этим и потребовать, потребовать, мирно, но потребовать, то есть мы тверды, да, мы хотим свободу Алексея Навального, потому что это свобода каждого из нас, мы видим, какой беспредел с ним творят, значит завтра этот беспредел будет творить со мной, вот, я не хочу сидеть в СИЗО, ни дня, я незаконно, незаслуженно, не хочу и дня сидеть в СИЗО, поэтому я не буду ждать двух недель, якобы, соблюдая закон, подавая официальное прошение на митинге, вы все равно запретите, потому что теперь коронавирусом можно тоже, а раньше вы другую причину нашли, теперь вы найдете коронавирус и никогда никакого протеста не разрешите, никакой выход, и люди действительно пользуюсь, аз опираясь, потому что, кто знает, первый закон и первая, так скажем, книга, первый закон, его так обычно называют, который в стране, в любой стране находится, его так придумали, основополагающие, где фундаментальные вещи прописаны, это конституция, на основании конституции люди имеют право собираться мирным, мирным волеизъявлением, естественно, собираются по разным причинам, потому что просто поговорить собрались, а может быть, да, тут слово протест, оно не агрессивное, не зло, не несущее страдания, хаоса и разрушения, нет, протестовать против беззакония, мирно, то есть добром, попытаться победить зло, выразив свое, вот это вот внешнее, и в интернете мы стали, я себя к этим людям причисляю, это несогласие проявлять, делясь этими роликами, собственные мысли высказывать, писать, и в реальной жизни, чтобы они по головам нас, грубо говоря, посчитали, в чем неправо эти люди, они нарушают первый закон, почему мы должны соблюдать, вы сами отменили свой закон, нарушая его, судья был, понятно, ангажирован, все это, как это сделано было, ну я говорю, я не буду сами посмотреть, неужели вы не способны, вот эту послушав стенограмму, почитав ее, или посмотрев эту, так называемую, коронизацию, ну что вы не видите, что происходит, любое ходатайство адвокатов, оно просто 30, нет, 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 а можно нет, а вот это мы посмотрели, нет, нет, отклонить, 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 судят, судят в РУВД за парты, это же вообще, с нарушением всех там требований, не дают ему конфиденциального общения под адвокат, на который он имеет право, там одно беззаконие на другом, я не хочу в это сегодня уже 2.20, уже достаточно и так в 3 часа на влезет, но я хотел раскрыться полностью, эту тему посвятить, получить типа такого стрима, но только без, если бы еще были зрители, это еще бы на вопросы там долго, вот, почему я и вышел, за что и сам топил, я начинаю с призыва, что было изначально, не я же это организовал, я подхватил, что я подхватываю, я вижу ситуацию, вижу призыв к мирному свободу, я знаю Алексея, так сколько вижу по деятельности, то есть человек страдает за свободу слова, реально, свободу мысли, свободу слова, я вижу, как его за это, страдает уже он не только психически, так скажем, от каких комментариев, там пропаганда нет, он уже страдает физически, я был неравнодушен, когда его пытались убить, и все это, я просто тоже не понимал, что делать, никто ничего, как бы так не делает, непонятно выйти из этой комы нет, вот, ну как, и это не моя война, меня были, меня кидали камни, что это, типа, если бы я был там активистом, и вообще за это топил, я должен быть где-то там, в числе первых, народ вести, я говорю, нет, это не моя война, у меня вот веганство, христианство, и тут я лидер, кто-то наоборот, на подхвате делится, помогает, поддерживает, кто-то копеечкой, кто-то словом, кто-то и тем, и тем, кто-то распространением, кто-то тоже потом, научившись, начинает, да, тоже быть лидером, вступается в ряды лидеров, тоже проповедников, это самое здоровское, но там, там Алексей, война, разоблачать коррупцию, обличать беззаконников, неправедные суды, что он постоянно делает, прям по Ветхому Завету, тоже все подходит, в Новом Завете все тоже есть, конечно, я просто, там очень всегда рьяно пророки, особенно неправедный суд, и власть имущих, и ожирение богатством, властители народа, это прям вообще просто всегда, красной ниткой такой идет, вот, и это никто не отменял, я объяснил тоже, это не моя война, я что там, я что нахожусь в штабе Навального, я как смогу организовать, меня смотрят 100 человек, из которых 95, я даже роликами поделился, мне не поддержали, я кого могу поднять, это их, это их, это их структура, а я-то какое к ней отношение, я могу поддержать, а не повести это, не возглавить, я к ней, я был таким же пассивным, участником этого, я участник, да, я давно смотрю все, когда отравили, я, конечно, уже всячески был против таких методов, конечно же, вот, есть грязное белье, поднимайте, про него в ответ показывайте, вот, а нет ничего, тогда что, вот, и поэтому, это же был мирный процесс, да, смотреть как, и дальше, и вот события, смотрите, теперь я хочу дальше для тех показать, вот, я делился тоже, что начинается, вот, я же последовательство тоже рассказываю, все там, арестовали, приехал, последователь, так их назовем, как угодно, все эти одинаковые слова, объявляют этот протест, через два дня буквально, все это вот так начинает, начинает все это, естественно, распространяться, что начинает делать власть, душить все это, и опять, начиная, во-первых, это тоже незаконные методы, я, как гражданин Российской Федерации, не хочу, не наделял никогда, не хочу, не буду наделять, никакой Роскомнадзор, властью, говорить Ютубу, что ему делать, по поводу свободы слова, тоже, сколько раз я говорил, неужели так тяжело понять, Ютуб, при условии, что это якобы общественная площадка, потому что там больше двух человек, но это частная компания, и руководство этой компании, может делать все, что захочет, своим продуктом, они авторы, они хозяева этой площадки, я, как блогер, да, владелец канала, я могу на своем канале делать все, что я хочу, в рамках, того, что сделал Ютуб, я соблюдаю его, правил, есть там такие понятия, как правила Ютуба, и соблюдение принципов сообщества Ютуб, я под это подписываюсь, когда остановлюсь блогером, и, они мне дают определенные права, которые я могу дальше диктовать, когда мне говорят, ты не можешь меня блокировать, зачем ты меня блокируешь, я хочу писать комментарий, это ты хочешь, а мне Ютуб дал кнопку бан, значит, он мне дал право, значит, я имею на это право, у тебя нет кнопки бан, но у тебя есть право смотреть меня или не смотреть, тебя никто не заставляет, тебя не приковывает наручником, кресло, Не вставляю спички в глаза, в уши слуховые устройства, чтобы ты никак себе надулся и заглушил. И чтобы ты смотрел мои ролики. Ты сам заходишь, ты сам кликаешь. Это YouTube может мне какие-то претензии предъявить? Не ты. YouTube, Twitter, Facebook, ВКонтакте, Telegram – это их площадки. Я на них, я их не прав соблюдаю. Ты тоже как пользователь. И я, когда бываю в роли пользователя, соблюдаю. Или в роли автора канала соблюдаю. Как вы это не поймете, тоже свобода слова. И поэтому я за какую свободу слова? YouTube может на своем канале даже Навального удалить. Может. Имеет полное право. Но YouTube не должен по требованию Роскомнадзора ударять Царьград. Я против Царьграда. Конечно же, не с тут православной хинеи. Она мне даром не нужна. Но это вот тоже самая история с Навальным. Информации даже, которые Царьград несет, я против нее. Я считаю ее дьявольской и бесовской. Потому что ведет людей в погибель. Заметьте, я при этом говорю, что если вы мне скажете, а ты за то, чтобы YouTube не диктовал Роскомнадзор, что Царьград надо заблокировать, я первый буду в первых рядах. Потому что они имеют право нести то, что они несут. YouTube может их по-личному. Да. Они это создали. Это их канал. Они могут. У них есть свои рекламодатели, свой бизнес, свои вот именно спонсоры, инвесторы или еще как угодно. Завидите. Они делают то, что считают правильным. Роскомнадзор не имеет права этого делать. Я Роскомнадзору не давал власть. Это сейчас возьмем Царьград, который мне не нужен. А другого, вот Навального. А я хочу иметь доступ к этой информации. Она что, ваша? Что? Ваши провода по России растянуты? Нет. Это Россети. Не важно, что это есть в пакетах и у государства там акции. И я плачу за эти провода. Интернет, Ростелеком, провайдер или еще любой другой. Это просто интернет. Это набор единичка-нолик. Это информация. Это цифра. И я плачу за передачу этой информации. Я не просил Ростелеком, Билайн, Теледва или МТС или еще кого-то ограничивать меня в доступе. Я просил только дать мне поток цифровой информации в виде ноликов в единичек. И за это я им плачу. Я плачу. Каждый исполняет условия своего договора. Или вы в договоре с Ростелеком или еще кем-то, провайдером интернета, хоть раз видели пункты, что вам запрещено заходить на такие-таки сайты, или что Ростелеком имеет право блокировать. Нет. А они нарушают. А Росстат этот наш российский, там, Роснадзор вот этот. Я лично не давал им это право. Не давал и не буду давать. Я считаю, что доступ каждый должен иметь. Кто информация, он захочет. Я не нуждаюсь в ихнем определении добра и зла. Я знаю, что такое добро и зло. Я... Вот мы возвращаемся к политике государства. Вне политики государства. Политика государства, пожалуйста, классические вещи. Как ездить за рулем? Кто должен, когда нерегулируемый пешеходный переход, первый проехать? Мы будем два часа договариваться. Придумали правило. По правую руку. Что? Пропускаешь. В другой стороне, может, по левую. Не важно, где как договорились. У кого-то на зеленый едут. Может, на красный. Не знаю. Суть. Не важно. Правила. И все их соблюдают. Они не хороши, не плохи. Сами по себе. Просто. От того, что я сижу дома. От того, что у меня есть книжка с правилами дорожного движения. Она не хороша, не плоха. А соблюдение этих правил и когда-то их придуманная договоренность, она упрощает нам жизнь. Она делает нам как раз комфортной и счастливой. Мы не стоим два часа и не тупим на перекрестке. Вот и все. Власти говорить мне, что такое добро и зло, я не давал. Я знаю, что такое добро и зло. Они не знают зачастую. В основном, в своей массе 99% случаев. Я не давал власти государству решать, что такое добро и зло. Поэтому должна быть, должна быть. Что мы видим? Прямо даже вот опять с Навальным происходит, с его этой ситуацией, с его штабом. Да ничего. Там все рубят, все каналы. Ихняя пропаганда, машина начинает работать на полную программу. У нее доступ полный. Они эту блевотину несут и ничего. А я не давал права государству кого-то там это регулировать таким этим. Не давал. Я буду сейчас уже реальный случай. Их не так много было за это время. Даже удивительно. Вот тоже сколько начинали брехни там это травить. Ну что-то мы с вами сейчас тронем, конечно. Ролик выложил майор. Майор, по-моему, полиции. Может я ошибусь, но по-моему майор. Хотя молодой. Может не майор, может капитан. Вот. Сейчас вы все это будете видеть. Кто будет следить, вы увидите. Пожалуйста. Он высказался официально. Сидит в форме, в кабинете. И сказал, что он видит, видимо, этот беспредел весь. Что-то видит. Причем он это после прогулки или митинга 23-го. Все это сделал на следующий день. По-моему, вчера это было. Или я увидел уже 23-го. Не помню. Не буду брать. Найдете сейчас. Кто захочет следить, тот увидит. Вот я говорю тоже. Я что могу принудить? Я эти ролики сбрасываю. Сбрасываю там тех блогеров, которые что-то это освещают. Есть желание? Вы разберете, что я буду вам все уже прям тоже показывать. И вот он записывает ролик, что он за свободу. Он не хочет, чтобы нарушалась там свобода слова, исповедания. Его увольняют. Все, уже ролик. Он уже выложил, как его уволили. Приехали. Уволили его. Про какой статья? За то, что он порочит честь полиции. Слушайте. Вот в Америке сейчас там Байдена переизбрали вместо Трампа. Байден сказал такую вещь на игнорации. Короче, ладно, выговорить сейчас не смогу уже. И игнорации. Ну ладно, вы поняли. На коронации своей президенты по-другому скажем. Он сказал такую вещь. Очень мудрую. Молодец ему. Хорошую. И речь написали, либо сам он такой. Он сказал, что я президент. Вот я стал президентом тех, кто за меня голосовал. Но я, естественно, буду президентом тех, кто за меня не голосовал. И для вас я буду делать ровно. То же самое, что для остальных. Слушайте. Вы же сами говорите. Мы якобы живем в свободомыслящем, в свободоисповедническом государстве. За Путина, если даже там и 70% голосовали, но не 100%, а где остальные 30%. И почему у меня в госслужбе, я вне политики, вне государства, когда мне кто-то говорит, а вот эти люди, которые в государстве, а почему они должны быть все провластными, пропутинскими? Разве государство служит власть имущим? Нет. Государство и есть структура, орган, который служит народу. Все депутаты. Это же народная власть, представители народа. Почему они там все нет? Там вроде разные партии, хотя понятно уже там все это тошнотино, вся эта оппозиция, вся эта не оппозиция, а пляшевые псы, которые подлизывают просто власть имущим. Но по идее это должно быть так. Почему человек на службе у народа, а полиция, она служит в сохранности правопорядка и закона, как они говорят, соблюдение закона и правопорядка. Какое отношение человек, который служит людям, проявляя свою любовь в этой службе, конечно, к полициям это практически не имеет отношения, но я видите, как стал выражаться даже. По идее это так должно быть. И вот человек, который решил свою жизнь, если бы это было, конечно, правда, было бы здорово, но, к сожалению, это, конечно, не правда, это моя сейчас утопия. И человек, который хочет служить народу, поступив, став полицейским, который защищает правопорядок и закон. Какое это отношение имеет, за какую я власть голосовал? Те законы, которые придумали полицию, которые сейчас конкретные люди тоже занимают конкретные должности. Конкретные люди. Почему он должен быть за них? Майор, по-моему, его что-то может быть мне... Ну, ладно, буду его называть майором. Ну, офицер, офицер. То есть, это даже не просто рядовой офицер. Я там даже, наверное, звезды не было видно так, как-то он в форме, но на смартфон, по-моему... Хотя, если одна, получается, как раз майор, наверное. Помню, потому что одна была, потому что даже капитан был много маленьких, я бы увидел. А у него так чуть-чуть не видно. Это не фейк. Все подтвердили. Сегодня уже уволили. Это настоящий майор, офицер полиции. Существующий. Это не фейк, сняли, как делает пропаганда или еще что-то. Человек-майор решился выразиться. Что его толкнуло на это? Такой божий одуванчик, правда, удивительно. Найдите этот ролик. Я новости сбрасывал. Но, наверное, можно отдельно ролик. Все же он сам это выкладывал. Чисто со смартфона, по минуте, по две. Сейчас вы... Кто в тему захочет въехать с Навальным, сейчас с политикой, вы все это увидите. И вот он идет на это. Он уж, конечно, понимает, что в нашем государстве... Он хочет... Вот он себя опять принес в жертву. Вот смотрите, меня вот за эти то, что с Иисусом сравнивают. А вот этот вот мое... Я бы ему руку пожал, конечно, да. Хоть я к полицаям отрицательно отношусь по большей части, потому что они... Слово полицай у человека ассоциируется только с негативом. Редко люди... Ты найдешь, потому что он сам либо полицай, либо ему просто ничего не сделает. Ну, ФСБшник какой-нибудь, ему просто ничего не сделают. А обычные смертные люди, редко у них слово полиция ассоциируется... Вы знаете, как у нас... Вот в Америке слово страхование – это иншур. От слова шур – уверенность. А у нас слово страхование – слово страх. Я помню, когда первый раз действительно кто-то я где-то подчерпнул. И вот у нас так же. У нас, если где-то действительно это должно быть... Ну, как там про СССР рассказывают про Дедю Степу, я не знаю, какое было тогда отношение к полицаям. Но сейчас я вырос в 90-е, так скажем. Ну, не в сами, я не был в 90-е таким возрастом, когда там эти бандиты были. Но все это уже видел с 13 лет, там с 11. Так-то я, конечно, нулевых, как говорят, человек. Молодой тогда, да? То есть, в 90-е, конечно, не мои были. Мы тогда еще и подростки были, а мы нулевые молодость. Ну, вот с этих 90-х, даже пусть подростковых, к полиции всегда не без основы. Нас всегда там хватали, тоже нас забирали, пописали не там, да, покурили, выпили. Все это тоже было. И как к нам относились, и вот это все. А потом во взрослой жизни, а потом все эти ДПСы, машины. Это в основной своей массе отвратительно. Туда людей то ли отвратительно набирают, то ли их потом такими воспитывают, и то ли они потом дальше такие языки снимают. Это факт. Может, у вас другой опыт, у меня опыт такой. И слово «полицай» у меня вызывает негатив. У меня вызывает страх, негатив. Это печально. Как и чиновник, и все. Вот вам, пожалуйста. Прям свежее все. Вот я записываю сейчас 25-го роля. Найдите это. Это свобода слова. Почему он должен быть? За что его уволили? То есть мы опять будем молчать. Навальный нас не устраивает. Это не устраивает. Почему закрывают посты? Почему начали угрожать сразу государство? Власть начала сразу распространить информацию, что все, кто делится этими роликами. Почему она стала все это? Чтобы YouTube заблокировал все вот это про Путина ролики. Вот этот фильм про его дворец, про взятку. Нет, я не хочу, чтобы его блокировали. Пусть они опровергнут, если это неправда. Это все знали раньше, да. Но действительно, Навальный уже докопался все это. Показал очень еще эффектно все это. Еще собрал двухчасовой фильм. Пролетает на одном дыхании. Да, храняется ФСБ, но это олигархов. Через каких пор у нас олигархи ФСБ охраняются до зубов. И мы что, за это налоги платим? Нет. Почему мы должны молчать? Почему я за то, что я сказал, еще менее срок пришью? Что началось? Какой ажиотаж? В таком нервике стали держать? Я понимаю, что я сижу в комнате, я всем этим делюсь. Смотрю эти новости, как все это к подготовке шло. Начинают подавать, что мирный протест, это бойня. Все переворачивают с ног на голову. Мне уже пишут, что я на бойню призываю, будучи христианином, не желающим людям зла и желающим добра. Я пытаюсь объяснить, что черное – это белое, а белое – это черное. Все перевернули. Что призыв идет изначально на мирный выход, чтобы показать, что и потребовать освобождения, Алексей, мирно потребовать, словом. Понятно, что не услышат, но может быть масса услышит. Особенно если у нас здесь выйдет миллионы, нас услышат, их выбора не будет. Уже опыт был, уже Навального отпускали после таких мирных выходов. Есть и прецедент, и все. Почему за свободу мысли, за свободу выражения и исповедания человека вот так делают? Вот этого полицейского. Смотрите, один беспредел за другим. Дальше у меня по списку. Политическая педофилия. Я услышал, очень хорошее определение дали тому, что началось. Якобы дети какие-то вовлекаются. Все это причем так стремительно, так динамически развивается. Те, с кем я общаюсь, начинают тоже подхватывать. Причем с другой стороны начинают. Я пытаюсь опять все это объяснить. Начинают выдавать, что якобы все, кто на этот митинг, как оппозиция, называют прогулку, на которую призвали. Выходит, что, во-первых, это бойня. Что на эту бойню зовут детей несовершеннолетних. Никто из оппозиции не звал никаких несовершенных детей. Дети с 13 лет – это уже взрослые сознательные существа. Да, они еще не понимают мира. Они многого не знают. Да, они подвластны, как мы даже взрослые, уже подвластны всему этому информации. Но это тоже их выбор. Мы не можем оградить их от этой информации. Они все это узнают. Узнают, смотрят эти фильмы, смотрят проповедников, кого угодно. Политиков, всего этого. Так что надо сделать? Я начал со своими прям противостоять. Так мы должны, наоборот, подключаться и что-то начать делать. Но это не значит, что мы теперь из-за пугалок пропаганды должны отречься от всего доброго на свете. Значит, надо подключаться, вот именно разъяснять, что это не так. Если это дети наши, поговорить, узнать у детей. Хотя у многих я встречал нормальных, адекватных. Им дети рассказывали все это. Они пытались понять, что это для них сделать. Сами решали идти на этот митинг с детьми, со своими, с другими. Я в чате стал писать, что это лишний повод опять нам выйти. Чтобы если там действительно дети как-то через ТикТок, вот так объединившись, тоже выйдут. Что надо пойти действительно спасать их там, если вдруг что-то начнется. Хотя почему-то, когда на какие-то 9 мая, какие-то праздники, мир, труд, май, мы выходим со стариками, с детьми, как всегда, во славу мертвых. Слушайте, тут речь идет о живом человеке. Мертвым от нас уже не хорошо, не плохо. Им до нас никакого дела. Тут живой человек. Мирный выход. Это же пропаганда начинает нагнетать. И ты когда это видишь, все, у тебя обратная ответная реакция еще больше. То есть они начинают врать, они начинают коверкать, они начинают извращать истину. Белое называть черным, горькое сладким. Сладкое горьким в данном ситуации, если сейчас эту линию нести. То есть мирный протест, который те, кто не согласны с тем, что его лидера, человека, вот как я, я вообще за человека просто топлю, за то, что, ну и знаю за его деятельность, но его судят неправедно, да, все вместе, да, за правду, до этого пытаясь убить. Тебя еще больше это возмущает. Вот таких, как я, это еще больше, ты начинаешь действительно понимать, насколько они беспределят. Я говорю, я с собственными людьми, которые близко меня знают, начинаю еще тоже бороться. Они на другую сторону встают. Это же детскую педофилию затеяли. Вот эти вот опять, вот там, которые сидят. Чтобы свои беззакония прикрыть, они первые начали беззаконить. Они несправедливо поступают с Навальным. Беззаконно. А можно теперь все что угодно прикрыть коронавирусом. Ведь это же действительно так. Они собирают эти поправки. Да там десятки людей были без этих масок, на пеньках там это все голосовали. Порадовать проводят. Тоже все без масок были, их же показывали. Кто-то там якобы карантин какой-то прошел, кто-то не прошел. Да никто там не будет, каждый прям все прям в масках. Да показывают все это по телевизору, далеко там не все. Значит, на это можно собираться, а мирный митинг нельзя. Я говорю, реально правда какая-то детская педофилия началась. Политическая педофилия. Прикрываются, что все вот это вот якобы там. Уж тем более это из взрослых никто, специальненьких, совершеннолетних никуда не звал. Более того, что такое совершеннолетние, я говорил, несовершеннолетние. Я в 16 закончил школу, поступил в институт первый курс, я стал сам работать, я стал абсолютно независимым от родителей. Я сам отвечал за все свои поступки. В 17 уже второй курс. В 18 это третий и то, это я уже поступил на третий, а мне в 18 только в январе будет, еще полкурса. Экватор. Я в экваторе, экватор мне 18 лет. Я пол уже жизни отучился в институте, пол институтской жизни. Я сам принимал свои решения, я сам зарабатывал. Я сам уже решал, кто будет мной править. Не в 18 лет я, да, не по годам, так сказать. В 17 получается я на третьем курсе. Нет, все-таки я, наверное, 16-17. Да, нет, я вас обманываю. Это 16, 17 я, конечно, первый курс, просто в 16 я поступаю. Я заканчиваю, у меня день рождения 3 января. Вот в 16 я заканчиваю, у школы поступаю, но в первом курсе мне 17 исполняется. В 18-19. Ну хорошо, в 18 второй курс, можно сказать, даже в 17 я второй курс поступаю, половину еще отучиваюсь года. Вот чтобы от заблуждений не водить, хочется во всем быть честным. Что они, недостойные выразить свои мысли, вот так, неважно, может, если не ошибаются, завтра узнают побольше чего-нибудь о жизни Навального. Но что это мирный, это мирный выход, была мирная. Все это опознанно, как мирная прогулка. Которую, тем более, все прекрасно понимают, что ее не дадут вообще никогда, даже официально там, как они говорят, зарегистрированным. Вот, это очень важно. Вот это вот все, конечно же, показывает. По поводу самих протестов тоже, ой, самого шествия, как все прошло. Ну, в интернете много, и много, и немного, как есть, вернее, случаи, нельзя умалить, есть, сейчас все больше всплывает, кто-то роликами делится. Конечно, из известных было два таких, каких-то крупных. Это, с одной и с другой стороны, это первое, ребята машину стали колошматить, и вроде как водителю что-то в глаз попало, не попало, никто ничего не знает. И второе, полицейский, наоборот, с ноги, кто видел 57-летие, женщину, которая вышла чуть-чуть навстречу двум полицаям, которые вели, которого арестовали, так скажем. И вот она вышла, он ее прям с ножищи пнул, она там на несколько метров отлетела. Вот кто из оппозиции хоть раз сказал, что хорошо, что эту машину разбили там, что это правильно? Никто. Есть люди разные с разных сторон. Никто этого не одобряет, это должен быть, это против всего насилия. Более того, те, кто смирно выходили, должны даже останавливаться, потому что люди разные. Более того, кто знает прекрасно, что с обеих сторон пытаются там и провокаторов подтянуть. Это может быть не чистая на руку любая та же сторона в данном случае. Это все должно, надо всегда, бывает и в массе посмотреть, бывает конкретно. И вот, конечно же, этот случай, вот, пожалуйста, с женщиной. Опять, знаете, опять вот это вот неравенство перед законом. Вот эту женщину этот полицейский вдарил. Ничего. Опять вранье, во-первых, начинается. Почему-то, когда ребят этих забирают, там, неважно, машину крушили, половина забрали, конечно, как всегда. Кто знает, как это все делается. Это вообще делалось... Да, были нехорошие случаи. Был, а, еще один мужик ДПС-нику прям в лицо выстегнул. Это вообще неуместно, это такого... Его, естественно, надо было сразу повязать и все. И пусть его за право нарушения судят. За то, что он полицейского ДПС-ника при исполнении так высек. Это вообще... То есть это просто беспредельщик. Он мог вообще быть случайным прохожим. Они могли... Человек вот просто злой. И он под эту дудку еще и вот взял и полицейского выстегнул. ДПС-ника, по-моему, там. Кто это одобряет? Все это осуждают. Вы знаете, я не настолько идиот, что я и полицаев, даже этот, который думал, что все такие. Но они действительно большинство таких. Это тоже факт, да. И то, что все это еще так, более-менее, с одной стороны, мирно прошло. Хотя столько людей пострадало тоже все равно. Сколько сидит, сколько сейчас штрафов наложит. Полно молодняка и взрослых. Кого там только не забирали. У них какая-то была странная ЦУ. Все прекрасно понимают, что и видят то, что если вот понаблюдали, все это было, с одной стороны, достаточно мирно. Да, много агрессии с той планы, что, конечно, молодежь, я вот себя вспоминаю, они, с одной стороны, за правду, но они могут за эту правду бороться неправильными методами. Так их надо тоже воспитывать, надо говорить. Это роли оппозиции всех. А у нас просто принцип, понимаете, это просто задушить и все. Я уж просто выдохся, если честно. Такой не хотелось об этом тоже побольше. А что-то до протестов как дошло, я уже все, уже 2.40, и я что-то уже кончился. Там надо с запалом было говорить. Все эти, может, случаи перетереть. Там просто про того же самого полицейского, я говорю. Вот смотрите, тоже опять вранье. Пытаются, значит, тех сажают, все хорошо сейчас. Сажали до, прям хватали до митинга по квартирам. Людей за призы вот к этим митингам сажают сейчас, за организацию якобы этих митингов. А вот полицейский бьет с ноги. Найти его не могут. Его начальство скрывает. Женщину скрывают сразу же. Лежит в больнице, звонит. Официальных комментариев не дают. Почему все покрывается сразу тайной мрака, если все перед законом равны? Журналисты не могут добиться ничего там ни от волфрача, ни от пресс-службы. Они дозвонились, но это не было официальным словом. Это так по сарафанному радио передается, что типа, ой, да ее там отпустить надо, она в хорошем состоянии. Она оказывается в реанимации. Потом якобы приезжает там шишка какая-то питерская, полицейская, управская. Якобы даже аудио записывает, извиняется. Не наши методы. Кто слышал, тот меня поймет. Она говорит, и она сразу, она божий одуванчик такая, говорит, бабушка, я православная. Типа, я все прощаю, у меня претензий к вам нету. Потом якобы через какое-то время уже к вечеру и этот полицейский приехал. Правда, во-первых, врать начинает все это. По видео видно, что у нее открыто вот это вот забрало его. Он говорит, у меня там забрало запотело, я ничего не видел. Все ты видел, идешь, прям женщину пинаешь. Более того, вся эта жестокость он пинает. Что ты не видел? А ты что потом бросился ей помочь? Что ты, она, там, кто слышал, там, какой вопль у нее аж, она аж вырвалась у нее, когда он ее как женщина, у меня мужской сейчас вышел этот, а у нее женский такой крик, она головой ударилась. Ты что, они бросаются оказать первую помощь? Ты можешь убить, убил человека. Ты весь вооруженный до зубов перед тобой, женщина. Ты когда ударил этого истошного крика, не услышал. Все ты услышал. Вы знаете, все это так лицемерно. И вот они говорят, будет проверка проводиться. Его надо... Это уже все, там, проверку. Почему-то дела уголовные на этих, уголовные, административные, на всех, кого брали, вот за эту машину, которую она правительственная, там, этот водитель, сразу же уголовное завели, уже ищут, уже кого-то нашли там. А, вспомнил, да, был какой-то, говорят, за него Кадыров уже там подтягивается, да, восточной национальности, может, он чеченец, нет. Там где-то учили, его уже нашли, его уже излечили, он там тоже, конечно, начал руками с полиции сильно махать, кого-то там, конечно, доставал, такой боец. Вот, вот его сейчас тоже в розыск, по-моему, никто агрессию... Ну, там есть из полицейских, когда они там вообще двадцатером дубинками калашматят и ногами пинают, ребята и девчат. Тем более, настолько защищенными, до зубов вооруженные, эти дубинки даже их нет. Ты просто, кто по себе получал, тот знает, что это такой просто кусок арматуры, по сути. Хоть она называется резиновая, просто дубинка, самая настоящая. Ей череп сломать, как делать, нечего. Они им со всеми размаха орудуют, там, калашматят. И вот на этого полицейского будет что-нибудь? Что, я ему зла желаю? Нет. Ну, почему он? Пусть он тоже по закону отвечает. Он с превышением должностных полномочий, он с ноги бьет женщину, будучи полностью в вооружении, она не представляла никакой опасности. Она вот так чуть-чуть навстречу к ним выходит и говорит, за что вы его задержали, да? И он ее так пинает, кто это видел, видео я у себя все это не буду, вырезать потом за это, ролики банят. Это жуть какая-то, да? Так я говорю, я и других не отрицаю, где этот там высекает, этот ДПСник, это жесть, конечно. Так я говорю, опять же, не должны ли мы все вот на это реагировать, и все были выйти на призыв доброго митинга, если бы это было зло какое-то, пошлите там крушить там ментов, Кремль брать? Нет, призыв-то был добрый. Я сто раз оговаривал, сыр, вы смотрите, то есть во мне нет ответственности за то, что там потом будет твориться, детей туда нагонят или еще какие-то будут провокаторы, так и наше дело там быть, как христиан, помочь кому-то, кого-то защитить, кому-то воды помыть, умыться, спасти, загородить эту машину, если надо, или этого ДПСника, помочь скрутить, может, этого хулигана, который, это он сейчас зло творит. Помочь этой женщине, да. Почему мы не должны были туда идти? Спасать этих детей, общаться, возможно, друг с другом, со всеми, с той и с той стороны. Что ты делай? Нет ничего хуже, чем вот это безразличие, равнодушие, да. Вот. Ну, в общем, я чем хочу закончить, теперь я уже выдохся. 2.50 заканчиваем, 3 часа и так получится. У меня, в принципе, по списку тут и... Итак, и есть мирные протесты насилия. Я уже сказал, еще раз говорю, кто-то мне пытался чуть ли не кровь эту всю, там и все эти страдания вменить. Я еще раз повторяю, человека Навального, в частности, человека, недостойного лишения свободы, здоровья и даже самой смерти, в данный момент, уже после попыток убийства, через отравление, в данный момент заключили в СИЗО. Это не курорт, это страшно, это больно во всех отношениях и психике, и телу. Человек страдает за то, чего он не должен страдать, за то, чего он не делал. И поэтому это был призыв мирного протеста, и дальше они еще будут, за то, чтобы его отпустили. Что дальше будет, это абсолютно не важно. Вы вряд ли увидите от меня ролики потом, как это... Это вот, знаете, это вот и есть вне политики, в моем понимании. Вы вряд ли увидите у меня на каналах, даже на лаве, я уж не говорю про этот канал, а я не зря здесь этот ролик выкладываю, он такой общего понимания, вот этого политика, там не политика, любви. Вот. Но вы вряд ли даже на моих каналах, потом на лаве, там увидите, что я за Алексея топлю. Я понимаю, и вот я, в принципе, заканчиваю. Давайте. Вот я итог написал. Я не верю и не исповедую, что возможно без Христа Царство Божие или Царство Небесное на земле. И уж тем более, что его царем будет Навальный. Но я верю, исповедую, живу в любви ко всему Божьему творению, насколько могу. Чем я хочу закончить, да, вот это вот свое. Что на самом деле, я говорю, ни за кого я не выступаю. Вот. Я выступаю за все самое доброе и светлое, в частности, это сейчас за свободу Навального. Это добро. Кем он будет? Станет ли он вторым Гитлером? Да. Вы не можете за христолюбца отвечать, кем я буду через 10 лет. Я понятия не имею, кем будет Навальный. В будущем. Нельзя судить его за прошлые грехи, тем более за раскаившиеся. Да, там, приводить какие-то цитаты, вот, вводить, возможно, меня в заблуждение. Вы знаете, может, он покаялся в этом. Его спросили, я могу скинуть в ответ ролик про Узбекистан, как он сказал, что, да кто там Пушкин в Узбекистане знает, да. Он сказал, да нет, я сказал, сморозил глупость. Он способен признавать свои ошибки, да, и то, что там, кого-то он там черножопым назвал, вот, он уже в этом возможносту распакаялся. Потому что я его по жизни смотрю. Вы мне можете в ответ, а я вот вижу и понимаю, что он давно мог в этом вырывать вот эти вот, знаете, ну, тогда и христолюбца можно вообще не верить. Какой он там любовь к людям проповедует? Если бы вы знали, я не скрывал, чем я грешник. До 27 лет я грешником был. Сейчас я не такой. Если бы раньше были фото, видео, камеры, как сейчас, вот такой вот контент, интернет, уж можно было знать, столько у меня вырвать, как мы там с пацанами бухали, и что мы вытворяли, это вообще, и поэтому вырывать, а почему я должен 10-летний, 15-летний какой-то вот этой вот информации сейчас о Навальном так судить? Ни в коем случае. Вот. Я прекрасно понимаю, что никакого Божьего царства на земле не построить, ни небесного, я говорю. Ни с каким царем. Я прекрасно знаю, с чего мир начался, и как христианин знаю, чем он закончится. Ну что теперь? Все добро оставить где-то, да. Найти для себя кучу отмазок. Алексей, как человек, сейчас, этого я сколько раз уже повторил, даже за это видео, это не достоин этого заключения, как и вреда здоровью своему и самой жизни. И я, как христианин, я там, где добро. Стараюсь и где маленькое быть по возможности. Я не могу физически каждому человеку помочь. У каждого своя действительно судьба. И вот именно это для нас, для всех, лакмусовая бумажка, вот эта проверка на известном человеке. Если мы ради него не можем такое, там вообще тогда сейчас, если сейчас здесь дуемся с этим, вот, то это будет беда. Беда. Это тогда у них вообще руки развяжутся. Потому что это хоть какой-то баланс соблюдает. Баланс. И еще я, кстати, говорил, что да, этим призывом ему хоть как-то, это тоже любовь ко всем людям. Потому что, когда люди дойдут до ручки, я писал, да я, по-моему, сказал-то и в ролике, в том, Путин и все его могут кончить очень плохо. Цари тоже, сколько царства на Руси было. Кончилось. Каждый на себе не думал, что кончится. А оно кончилось однажды. И было это очень неприятно. Сколько людей страдало. Это моя любовь и к Путину, и ко всем. Нельзя людям дожимать настолько петлю на горле, чтобы они... И когда они дожмут, а такими действиями не могут довести до этого, люди могут совсем потерять башню. Такие, как я, не потеряют ее, потому что я, как наш Господь, который явил нам правду, да, придется принимать даже мучения и страдания. Ну, сколько таких людей, которые это понимают. Остальные, у них будет ответная реакция. На агрессию, агрессии. Это люди, только познавшие совершенную истину, что зло, зло не побеждается, а только добром и любовью, и способные приносить себя в жертву. Как мы видим, говорю, на примере таких вот полицейских. Тот же самый Навальный. Вы знаете, это... При всей его, я говорю, мы не знаем тайных помыслов, и его, и тех, кто за ним, возможно, но по всей его деятельности, жизни, вы знаете, вести такую жизнь не будешь ни за какие деньги. Да. Вы хотели бы в коме полежать? Вы хотели бы овощем остаться на всю жизнь? Вы хотели бы в СИЗО сидеть? Нет. В нем видна вот эта вот искренность и все. И поэтому, ну, при этом, я говорю, при всем даже, опять, видите, про него так было. Нет, я вообще, я, скорее всего, не буду вообще никого голосовать. Потому что, действительно, хотя, вот опять же, вы знаете, а если бы он еще был веганом, а если бы свободным во Христе, я бы проголосовал бы. При понимании, что он не будет палкой водить добродетели, да, и узаканивать там, и молчать, когда узаканивают зло, да, вот. Но таких вариантов не будет. Поэтому я понимаю, что там плюс-минус будет одно и то же. Но поэтому Навальный, так скажем, соблюдает этот баланс беспредела в мире, в данном случае, в России. И когда вот с ним так поступает, я выступаю за него. Вот. Я бы хотел, чтобы он стал веганом, чтобы он стал свободным во Христе человеком. Ну, во-первых, у него никого не останется из последователей, где есть человек. Да. Его же распнут и скажут, и куда. Представляешь, он завтра объявит такое. От него все отвернутся, все штабы разбегутся. Вот. Но на своем месте он делает, так скажем, благое дело. И поэтому я говорю, я не собираюсь за Навального. Когда все это закончится? Я дальше хочу единственное уже сказать, заканчиваем, что пока его не выпустят, я постараюсь делать тоже все, что-то от меня зависит. Я буду делиться какими-то постами, роликами о ситуации. Я не знаю, как часто получится выходить у меня, если будут опять призывы вот этих, не знаю, так они и будут называться, прогулками, митингами, как угодно. Мирными протестами. Мне нравится это словосочетание. Они не названы мирными насилиями. Протест. Я против. Это не говорит еще о зле. Вот. На эти мирные протесты, насколько мне получится ездить в Воронеж, так вот, посмотрю. Все-таки я за 100 километров, у меня есть тоже свои сложности. Я в любом случае буду как минимум... Опять, когда меня укоряли в этом, поймите одно. Деятельное участие физическое, это огромная разница между тем, что я полностью за него, вот в этом моменте, по поводу освобождения, да, требую полного его освобождения, а там пусть он сам дальше ворочается, как хочет. Это все, что я требую, призываю тех, кто вокруг меня. Потому что он ничего этого достойного не сделал. И он сейчас в нужде. Против него беззаконие творится. Вот. И поэтому... А кто как участвует? Кто-то живет еще в меньших деревнях, чем я. У кого-то нет возможности, там машины, у кого-то полно проблем, семьи, правда, там работа, ты не можешь вырваться. Но это желание. А вокруг меня, когда вот это все началось, оказалось, дело не в желании. Мне тоже начали. Да вот, а ты сам-то то поехать, то не поедешь. Я говорю, слушайте, я же не говорил еще и вам никогда. Все мне говорил, что вот вы прям не поехали. Когда я даже уже говорил, что вы не выходом, я там посты пару написал, что как бы вот не участвовать, предаете. Это я говорил о том, что это просто ваше нежелание выйти, реализованное в действии. А не так, что вы желали, но не смогли. Это разные вещи. Поэтому я тоже не говорю, что я буду на каждом там физическом... Если я жил в Воронеже, я бы каждый раз выходил, это да. Потому что что для меня прогуляться, выходные в центр на 2 часа, опять это свидетельствовать. Но ехать из там сейчас Коршево, где я живу, в Воронеж, может не получаться всегда. Посмотрим. Поэтому у меня, я еще раз в этом ролике, помимо Навального, эта цель одна, чтобы человек был свободен, чтобы на него не покушались на жизнь и здоровье. Он сам никому вреда жизни, здоровья и свободе не причиняет. Поэтому то, что с ним делают, это делают беззаконно. Вот и все. Ну а в массовые, да, я вообще не верю. Ни в какого там другого политика никогда не будет там. Навальный может борясь с коррупцией, сам потом стать опять главой этих коррупционеров. Такое может быть, как мне все говорят. Но я не знаю, я не могу судить человека за будущие несовершенные еще им поступки. Я могу только сегодня делать выводы о том, что я вижу, знаю, основание прошлого, настоящего и его слов о том, каким он видит светлое будущее себя и всех вокруг. Вот так вот. Кому что понятно, нет, я не настаиваю, живите как хотите, в том плане, как я не настаиваю. Я всем говорю, меня в диппатизме все время обвиняют, что я не хочу общаться иногда с неединомышленниками. Ну, а почему я должен это делать? Нет, это тоже мое право кого-то ограждать от себя. Потому что я тоже человек, и мне целыми днями с кем-то там что-то припираться. Мне наоборот тоже хочется где-то искать какую-то поддержку, вдохновение. Единомышленник, где мы просто в одном духе пообщались. А вражды мне хватает и с внешним миром. Ну, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что-то у вас сложилось. И вы это спроецируете не только про Навального. Сегодня пытался такие общие мысли донести. Это вам поможет. Как всегда говорю, мои ролики не празднословные, а не деятельные. Чтобы вы это применяли и в дальнейшем в своей жизни. Всем удачи. Всех по-братски. Люблю, целую, обнимаю. Желаю достигнуть теоретического познания истины за ней и последовательно. Надеюсь, что все это получится в святой жизни. Во Христе Иисусе. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok